Вокально-инструментальный ансамбль «Синий Заяц» представляет свой очередной шедевр. Всем фанатам «Бладборн» посвящается тысяча чертей. Но нахер? Был обычный мерзкий пенденский вечер, У меня было говно настроение, Прочитал очередной комментарий, Но за что же мне такое везение? Да и когда «Бладборн» пройдёшь, уже падла, Мы тебя об этом третий год просим. Если ты его сейчас не запустишь, Мы тебя, короче, Сейтал, пусть носим. Вот так. Я запустил свою консоль, вошёл в игру и пропал, Об этом я уже жалею сейчас. Спасибо, Миядзаки-сан, за то, что продал мне опять очередной Дарксос уже в пятый раз. Поначалу было всё интересно, По ярнаму упыригнал пинками, И не раз был сожжен тварью огромной. Вот с такими вот большими клыками, Но чем дальше, тем скучнее игралось. Ведь я всё это сто раз уже видел, А потом мне в руки чаша попалась, И тогда игру я возненавидел. Ведь я фармлю чаши с утра и до вечера, Не разгибая усталые плечи, Я по лабиринтам ношусь, как ужаленный, Целый день бегаю в поте лица. То упырит у тварина огромная, Сколько сижу, даже близко не помню я, Что за говно мне опять нарандомило, Этому видно не будет конца. Ах, если бы мне в Элден Ринг играть, Чтоб больше о Бладборне вспоминать, Ей, воп, я с радостью прошёл, И счастье в жизни сразу бы нашёл. Но очень хочу я заполучить платье, Но вот потому как придурок херачу я Сто-пятьсот тысяч тупых подземелья, Безрезультатно на брюхе прополз, Вы самоцветы и очень полезные, Только вот первые мои нежелезные, Я уже очень похож на болезненного, Выгляжу хуже, чем полы в Дарк Соулс. Ох, да сколько ж можно-то, У меня же сил нет, супер игра, 10 и 10. Ох, здорово, ернамский упыри, Приготовьте свою кровь в бутылочках, Нас ждёт долгий поход. Но сначала небольшое, но важное вступление. Гномы. Не-не, всё правильно, гномы, Вы не ошиблись роликом. Игра Гномы 2001 года – отличная вещь, Я о ней вам как-то уже рассказывал. Это прекрасный обращение того, Как можно делать душевные и интересные игры На десятилетие, побоюсь этого слова. Некоторые идеи не то, Что прям вот опередили время, Я такое, наверное, не скажу, Но согласитесь, за 20 лет аналогов Появилось не так уж и много. Есть ли у гномов недостатки? Да полно. Огромное множество, Вплоть до таких, Которые заставляют бросать игру, Так её и не пройдя. И когда кто-то критикует гномов, Все понимающие кивают. Мол, да, действительно так и есть. Потому что гномы – Не неприкосновенная священная корова, Которую нельзя трогать и критиковать. В отличие от игр From Software и Миядзаки. В отличие от Bloodborne. С тех пор, как я сделал ролик по Dark Souls, Меня без устали просили Высказать своё мнение О, Demon's Souls и Bloodborne не просто просили, А чуть ли даже не умоляли. Три года. Мне почти каждый божий день писали об этом. Уверяли, что это будет просто феерия, Что это будет лучшим днём в их жизни, Что получится просто супер. Однако опыт с Demon's Souls показал, Что в основном людям нужен был Не обзор на Bloodborne и Demon's Souls Сам по себе. Им нужен был положительный обзор На Bloodborne и Demon's Souls, Поданный именно в таком ключе, В каком они хотят видеть любимую игру, Потому что иного они не потерпят. И как ты не описывай положительные стороны, Как не убеждаешь, Что это лишь твоё личное мнение, Что есть интересные моменты в игре, Что игра тебе, может, и вовсе даже понравилась. Они ничего не захотят слышать, Хоть ты тресни. Ты посмел критиковать игру? Посмел! И потому те, кто вчера тебе рассказывали О твоей гениальности, Сегодня уже бегут И с надменным видом Рассказывают тебе о твоей убогости. Все твои доводы, обороты и сравнения, Которые раньше звались не меньше, чем мастерскими, Резко превращаются в идиотские, бездарные, неправильные. Твоё наполнение, ради которого, По их же признанию, они тебя и смотрели, Превращается в воду. Тонкие подмечания деталей — в нытьё, А околкая стилистика — в токсичность. Смотреть на эти метаморфозы Против часовой стрелки можно бесконечно. Поэтому скажите мне, Вы действительно готовы воспринимать чужое мнение? Вы мне настойчиво предлагали поиграть в Бладборн И высказать своё мнение, Хотели наверняка услышать, Как я буду оргазмирую, Рассказывать, какая игра офигенная. Что ж, боюсь, я не доставлю вам такого удовольствия. Потому что Бладборн мне... Да расслабьтесь, понравился. Однако нет, Это всё сейчас был не пустой трёп в начале. Бладборн мне и правда понравился, Однако, на мой взгляд, Это очень, просто-таки, Очень переоценённая игра. Чуть менее переоценённая, чем Демон Соус, И чуть более интересная и удобная. Однако, именно что чуть. Мне рассказывали о ней, Как о чём-то невероятно крутом, Превосходящем Дарк Соус во множество раз. Ну, я бы сказал, Что она превосходит только первый Дарк Соус. Разве что. Хотя, по ряду параметров, Она просто великолепна. Но уж точно это не лучшая серия Дарк Соус. Если вкратце, Бладборн это сильно упрощённая Дарк Соус, Или же чуть-чуть улучшенная Демон Соус. Хотя, в то же время, Эта игра выступила новатором В плане многих механик, Которые были перенесены в Дарк Соус 3. И хотя Дарк Соус 3 превосходит Технический и технологический Бладборн, Но всё же, Те самые перекочевавшие в тройку механики Смотрелись там чисто как седло на корове. В Бладборн же они действительно смотрятся классно. Ну и потом, Это как ни крути, Очередной Дарк Соус, Только про кровь вместо душ. Мне всегда интересно исследовать такие игры. И поэтому я предлагаю вам, Вместе со мной, Отправиться в путешествие в Ярнам. Или Ярнам. Извините, я не знаю как правильно, Но я думаю, что это не так уж и важно. Но учтите, что в походной набор Должно входить следующее. Затычки для ушей, Чтобы не слышать мой бред. Затычки для заднего прохода, Чтобы во время Бадхёрта Оттуда ничего не выходило лишнего. Розовые очки. И каска. Каска это для меня, Чтобы когда в меня полетят камни, Мне как всегда было пофиг. Так, снаряжение проверили? Ну, чё стоим? Пошли. Это будет весело, Потому что от Бладборн У меня очень-очень сильно. Ну что ж, Знаменитый Бладборн Лучшая игра Миядзаки, По мнению кого-то уж точно. Супер атмосферное приключение В подлунном мире. Впрочем, Каким бы ни было это приключение, Готовясь к нему, Я понимал, с чем столкнусь. Это я про PlayStation, конечно. Про PlayStation 4, Которую так хотел Андрея Звездунов В далёких нулевых. Она тогда ещё не появилась, А сейчас она лежит передо мной И шевчет мне на ухо. Эй, Ванёк, Ты любишь графен? Конечно, любишь. Вон, монитор у себя 4К купил. Поэтому вот тебе игра в 720 пилопу дебудай. Да, что ни говори, А Бладборну определённо нужно переиздание. Хватит, наверное, Ленивого ремастера с потяжкой текстур, Потому что даже в 2015 году, Когда вышла игра 720 пи, Это было уже, ну, Устаревшим разрешением. Скажем, очень так мягко. Однако что уж теперь. Я, конечно, мог соврать, Что во время игры разрешение не ощущается, Что ты увлечён процессом. И отчасти это так и есть. Ты и правда увлечён, Но всё-таки это ощущается. Однако это жертва, На которую приходится идти. Благо, оно того действительно стоит. В принципе, уже встреченное мной меню своим видом, Лишний раз намекнуло, Что Бладборн будет переполнен флешбеками. Но то ладно. Музыка внушает репет уже с первых нот. Она по стилистике больше похожа на Dark Souls 2 и 3, Но исполнена в более мрачной стилистике, По понятным причинам. Раньше я слышал только интерпретацию Алекса Роя, Но вот наконец-то столкнулся с саундтреком лично. Вместо CGI ролика, Это ведь не он, надеюсь, Нас встречает катсцена на движке. Если вдруг это CGI ролик, То тем хуже для него. Итак, встречает меня, значит, Какой-то дед и говорит, Мол, проснись, сука, Мы уже приплыли в Ярном, Нас выпустят, это точно. Сейчас я тебе, говорит, кровь перелью, Чтоб ты стал охотником. Так что давай-ка заключим контракт. Я боялся, что он будет впаривать мне сковородки С Алиэкспресса по цене брендовых. Но нет, он реально перелил мне кровь. Сразу скажу, что вокруг крови Тут вращается все и вся, Что нетрудно понять из названия. Я не знаток английского, Но Bloodborne вроде бы означает Рожденный в крови. Во всяком случае, я так думал, Но зная, что за любую ошибку Меня сррут с говном, Причмокивая согласно инструкции, Ведь чтоб критиковать игру, Нужно быть профессором, Как мы знаем, Только вот чтоб хвалить, Достаточно быть бабуином. Зная это, И очень-очень боясь осуждения, Вы ж меня знаете, да, Я полез в гугель-переводчик И понял, что ошибся. Ну надо же, Потому что рожденный, Это как-то, ну, слишком просто. А как же мой синдром Поиска глубинного смысла, Подумал Штирлиц. Вот гугл предлагает другой вариант, С узким кругозором. Я думаю, что игра называется Кровь с узким кругозором. Как же хорошо, Что я проверил. Тем временем, Меня встречает создание персонажа. И, как можно понять, Это копия меню создания Из Dark Souls 3, Только в цветовой гамме Bloodborne. И что о нем можно сказать еще, Даже не знаю. Он действительно стильный. На самом деле, Его мне даже больше нравится, Чем в Dark Souls 3, Из-за своей стилистики, что ли. Тут как-то лучше дела обстоят С визуальным отображением Возраста персонажа. Лучше сделаны волосы, Особенно женские. Хотя и мужские волосы Здесь тоже мне нравятся гораздо больше. А главное, главное, Здесь есть усы. Я считаю, Что уже можно накинуть бал Игре за усы. Потому что нет, В мире ничего прекраснее, Чем усы. И вы со мной согласны? И в целом, Прически здесь смотрятся, На самом деле, Гораздо лучше тех, Что были в Dark, Особенно в Dark 2 и 1. Будто бы просто, Вот, не знаю, Дизайнерский луши. Даже не по техническому исполнению, А именно дизайнерский. Жаль, что при поворотах Прически все равно ребят. Я пробовал делать то, Что мне раньше советовали В таких случаях. Выкидывать монитор И покупать новый, Промывать глаза кислотой. Не помогло все равно, ребят. Дело в разрешении, скорее всего. Но зато здесь есть очки, Как у Лепса. Ну и главное, Именно здесь придумали Сохранение лиц. Что просто прекрасно. И вот, создав персонажа, Я наконец окунулся в приключения. Сразу после достаточно-таки Долгой загрузки, В том же стиле показывающей Разные предметы. Грязные обмотки нежити, Старые трусы принцессы, Все в таком духе. И уже потом погрузился с головой, Так сказать. Старик тем временем Не унимается, Мол, все это покажется тебе Дурным сном, Как бы намекая, намекая. А мне пока от его намеков Ни горячо, ни холодно. Лор тут запутанный По доброй традиции Dark Souls. Вообще, я оценил, Знаете ли, юмор ситуации. Если раньше ко мне тянулась Слепая дева красивая, То тут слепой уродливый старик. И оба ржут. И вот я лежу такой весь в гипсе, Жопа болит, Как и положено после переливания крови. И тут, значит, так оглядываясь, Ну да, уборщица забыла Вытереть лужу крови на полу. Дедок, походу, Как-то херово с моей кровью обошелся. Пролил вон сколько. И тут, Как бы в подтвердение Моему негодованию, Из этой лужи крови Поднимается оборотень из Скайрима. Возможно, это Эйла. И только, значит, Она захотела со мной поздороваться, Как тут же сгорела, как медведь. Наверное, ее поджег Вот этот вот смеагол. Пока, Эйла, Я все равно тебя никогда не любил. Или вот не этот, А вот этот вот. Или вот этот. Мама. А, стоп, Они нашли нас, охотника. Фух, А я уж хотел попросить утку принести. Мы же в больнице, Я правильно понял? Да, мы в больнице. В лечебнице Йозефки. О, да. Если в Дарксоус была эпоха готическая, На стыке с викторианской, Но с перекосом именно в готическую, То Бладборн это именно Неоготическая эпоха, То бишь викторианская конца 19 века. Это видно по тому же Ярнаму. Или Ярнаму. Эээ, какая разница. Разве что замок Кайнхёрст Принадлежит именно что готической эпохе, И ближе как раз таки к Дарксоусу. На самом деле, Это чуть ли не копия Ариамиса По атмосфере, Но сейчас не об этом. Я вам говорю это как эксперт по архитектуре, Не смейте сомневаться в моих словах. Но проявляется это не только в архитектуре, А во всем, включая имена. Альфред, Йозефка, Людвиг, Герман, Иван. Иван это я. Я же часть мира игры в конце концов, Значит Иван там как минимум один есть. И это подкупает. И это я сейчас не про Ивана, конечно, Я про стилистику. Приятно увидеть что-то новое. Если Димонсоус не отличался в этом смысле от Дарксоус, То Бладборн стоит особняком. Я считаю это плюс. Короче, Я в лечебнице. Давно говорю, что мне пора психушку. А это именно она, судя по тому, Как много здесь кричат, рычат, плачут и стонут. Уток здесь не нашел. А что нашел? Нашел тягучую атмосферу чего-то страшноватого. И еще одного оборотня, который жрал посетителя. Видимо это потому, что не соблюдал масочный режим. Я его тоже не соблюдал, Потому что зачем? Тут все равно антисанитария вам какая творится. Оборотень этот учебный, Но блин, как же я ссал к нему подходить. Вот ведь нашли кого поставить первым врагом. Нет бы худощавых хеликов, как в Дарксоус ссувать, А тут сразу оборотень. Но я его одолел. Потом. А это я. Вообще, уже в лечебнице Йозефки, Или Йозефки, Если что, извините, я не знаю, как правильно. У меня в каждой игре свои голпиты. Короче, уже в лечебнице голпиты Йозефки Можно оценить несколько вещей. Во-первых, амбиент. В котором легко узнается амбиент резервуара Анорлонда. Это неплохо, Я даже не буду ругать Дарксоус 3 за такое, Калькирование. Вся серия этим занимается. В принципе, сразу могу сказать, Что если между ресурсами Димонсоус и Дарксоус, Включая в том числе звуковые ресурсы, Разница была микроскопическая, То между всеми ними и Бладборн Она намного-намного больше. Поэтому придираться к таким мелочам Уж точно не солидно. Что еще мне бросилось в глаза, Это надписи и кровавые пятна. Ну, пятна они везде, пятна, Которые тут теперь надгробие. А вот надписи, Да, в Бладборн все держится на посланниках, Тех самых смеоголах. Надписи в том числе. И в принципе придираться к ним смысла нет. Не совсем в моем вкусе, Но очень даже стильно. Однако, Подсказки выглядят так. Вылезает смеоголы, Открывает книгу, И издаёт, мать твою, звук. Типа, Блэдрррррррррррррррррррррррррррр. Что мне иногда слышится как Белерафонт. Ой, бабоньки, знали бы вы, как я от этого подпрыгнул в первый раз. И в последующий я тоже еще нередко начинал метаться и оглядываться, откуда, сука, звук. И плюс к тому же я как раз в то время слушал много видеолекций про Белерафонт, который тоже мне казался довольно-таки страшным явлением. Ну, короче, стильно, модно, молодежно, но зачем звук-то было добавлять, серьезно? Действительно же забивает с толку. Ну и подсказка открывается не так быстро, как Дарк Соус из-за вот этой вот анимации. Плохо ли это? Ну, честно говоря, я разницы не заметил. Ну и именно тут придумали прикручивать к подсказкам анимацию, что, конечно же, круто. Что также бросается в глаза, так и это управление. С одной стороны, оно идентичное Дарк Соусовскому. Так да не так. Не обошлось без перестановок, будь они неладны. И вот это уже действительно повод поворчать. Раньше питье Эстусов было на Х, а на Игрек взять оружие в две руки. Теперь же сменить хват оружия таким способом здесь нельзя. А на Игрек, безобидную кнопочку такую, да, назначили лечение. И это, я считаю, прекрасно. По непривычке впустую транжирить ограниченный запас лечилок, которые не восстанавливаются сами. Вот зачем так было делать? Да, Бладборн это не Дарк Соус, но кого мы обманываем, для многих знакомство серии Соус Борн происходило одномоментно. И нафига вот эти вот перестановки? Мне уже хватило Кодвейна, где атака вообще на Икс и на А, а бег на бампер. Эй, Намко, нафига так извращаться? И нет, это не мелочь. Эта мелочь будет раздражать все время, что ты играешь. Разве что ты играешь в один только Бладборн месяцами. Тогда, да, проблем нет. Ко всему можно привыкнуть даже к шилу в жопе. Только вот не значит, что нужно его туда ссувать. И все же я был бы рад узнать, что в грядущем Элден Ринге не произвели очередную рокировку кнопок. Да, помните, я же сказал, что убил Оборотня вначале. Ну, я его убил, конечно, но со второго раза, потому что у меня не было оружия первый раз. Первый раз я сдох, и по доброй традиции оказался в Храме Огня. А точнее, в Нексусе. Потому что сейчас вы должны спросить, по доброй традиции чего? А я отвечу, по доброй традиции Димон Соус. Потому что очень много механик в Бладборн было взято именно из Димон Соус. И это настораживает. Ведь механики Димон Соус, как мы помним, это не то, чему стоит слепо подражать. Однако до этого мы скоро дойдем. А пока Охотник Ванек попал в аналог Нексуса. Храм Огня. Неважно. Сон Охотника. Ну, что тут скажешь. Вот что Фромам удается из раза в раз, так это хаб локаций. И сон здесь исключением не стал. Вот вообще ни разу. Великолепный пейзаж, растительность, красивый домик. Точнее, целое даже поместье. И никого. Прямо как в Димон Соус. Там тоже на старте было почти что пусто. Росла капуста. Что характерно, во сне тоже все рыдают. А еще там полно надгробий. Из чего я сделал вывод, что как раз таки надгробий аналоги кровавых пятен. И они вот издают вот эти вот рыдания. И если это так, то, наверное, с этим переборщили. Потому что рыдания тебя сопровождают всю игру. По-моему, это через чур. Даже звук костра из Дарк Соус не так въедается в башку, как эти долбаные рыдания. А еще мне непонятно, откуда они здесь, да еще в таком количестве. О, а вот, значит, стоит надгробие. Прямо как... Закончите фразу за меня. И через него можно телепортироваться на локации. И тут у меня закралось очень нехорошее подозрение. Зато мне очень понравилась концепция сна и пробуждения, которую мне еще только предстояло изучить. Мы сейчас как бы во сне, а у алтарей мы пробуждаемся в реальном мире. Накостыляв таки этому оборотню, я прошел вперед несколько шагов. Чуть-чуть побегал по улицам. Первая открытая дверь. Это как первый секс, да, наверное. О, из пола торчит сучок. Да, мои опасения подтвердились. Лампы. Долбаные лампы. Поймите меня правильно, можно сколько угодно любить или не любить ту или иную игру. Но нужно же быть реалистом и понимать, что некоторые решения противопоказаны как минимум на определенных платформах. Я уже не раз говорил, в чем недостаток алтарей из Demon's Souls. И вот они снова здесь. Те самые механики, которым тут не место. И главное, зачем? Придумали же охрененные костры. И я не претендую, чтобы им отдавали все функции. Но почему бы не дать лампе возможность, если уж не восстанавливать здоровье и чинить оружие? Фиг бы с ним. Тут нужно идти чиниться к верстаку. И таким образом, это вторая игра в серии, где поломка работает. Я раза три-четыре ломал оружие. Я щачлив. Нет, серьезно. Правда. Но почему лампам не добавили возможность прыгать от одной к другой? Локации Bloodborne не очень большие. Игра во многом камерная. Но они очень насыщенные и весьма непростые. Так как сама игра стала местами сложнее из-за возросшей динамики. О чем мы еще поговорим. Но вот я, например, как и подобает новичку, часто промахивался и выбирал не тот пункт назначения. Итого, я жду, когда загрузится локация. Потом я снова жду, пока загрузится Nexus, то бишь сон охотника. И снова жду, когда загрузится уже нужная мне локация. Или если ты что-то забыл взять во сне и нужно вернуться, снова жди две загрузки. А загрузки на PlayStation 4 очень медленные. Всегда были и навсегда останутся. Конечно, быстрее, чем загрузки на PlayStation 3, во время которых можно выспаться, знаете ли, но все равно заметно долгие. Если скорость загрузки на ПК в основном зависит от железа, то в PlayStation железо застыло во времени и оно очень тормозное и слабое. На последние, кстати, еще намекают постоянные регулярные просадки с падением, плащением вплоть до 15 кадров в секунду, то есть вдвое. Иногда, возможно, даже до 10. Возможно, на PlayStation Pro все было бы чуть-чуть получше. Не знаю. И, если честно, Bloodborne в этом винить глупо. Они и так старались изо всех сил, чтобы оптимизировать игру под эту вот железную хрень. И это видно, но факт остается фактом. Хотя это я, конечно, все сам придумал, не верьте мне. В связи с этой моей фантазией, вот эти вот идиотские лампы совершенно не подходят. Не Bloodborne, а вообще не подходит. Везде, где есть прыжки в некую хаб-локацию и где есть больше одной контрольной точки на весь условный Ярнам, там обязательно должна быть возможность прыгать между этими точками. Хотя кто я такой, чтобы судить гениев? Правда ведь? Что тут либрарм себе позволяет, да? Ладно, черт с ним. Вот вторая мелочь, которая меня насторожила сразу, как только я накостылял жопортню. Это лечилки. Еще одна механика, позаимствованная из Demon's Souls. По сути, это те же зелья лечения, как и в любых RPG, только одна игра другой рознь. В играх Soulsborne серии расчет идет на то, что персонаж будет постоянно попадать в неприятности и гибнуть. И у него не будет хватать душ на покупку хилок в первое время. И в лучшем случае, первую половину игры ты будешь работать на фарм. И как раз с этим в Demon's Souls были большие проблемы. Я, конечно, не претендую на Итину в последней инстанции. Шучу, претендую. Спасибо. Но там с балансом лота был непорядок, и лечебная трава падает не так, чтобы уж часто, как ей бы стоило. Но, возможно, у меня создалось такое ощущение потому, что там это усугублялось еще и тем, что жрущие ману, как не в себя заклинания, требовали заполнения отдельной шкалы. Но и в таком случае это справедливое замечание. Так как вот соли, которые долбят маги, падают уже намного реже. В таких случаях в игры часто вводятся регенерационные вещи, но они часто умудряются ломать баланс. Ведь это дорогая хайлевельная вещь. А представляете, сколько я отторобанил магом в Demon's Souls в фарме, как черт, возненавидев эту игру. А потом выяснил, что можно со старта было взять класс, у которого есть дорогущая вещь, регенерирующая ману. Да чтоб тебя! Гениальная же была система в первой части. Ее улучшили во второй части, где заклинания еще зависели от твоего ума, которого у меня вот столько вот. Надо ли говорить, что я сильно напрягся, предвкушая очередную дрочильню. Но, к счастью, меня ждало облегчение, сравнимое с чувством Сизифа, который таки докатил свой шар до вершины горы. Зачем-то? Во-первых, наконец-то. Наконец-то разработчики перестали выебываться и поняли, что раз у них получается игра про рукопашников и беда с магией, значит на рукопашниках и надо сосредотачиваться. Магии в игре нет. То есть как нет? Я время от времени видел, как ее применяют призванные фантомы, но сам я ее не нашел. Где-то она есть, но явно в очень урезанном виде. Скорее как расходник. И это просто прекрасно. Можно сосредоточиться на бое и не выслушивать, что магия-то за шквар, знаете ли. А раз нет магии, то и восстанавливать ее не надо. Здравствуйте, я Либрариум из будущего, и только что вот буквально поставив ролик на рендеринг, я узнал, что магия в игре все-таки есть. Правда, такой вот нюанс, чтобы дойти до таких тайных во всех смыслах знаний, нужно усраться. Магия здесь, как оказалось, не выглядит так, как раньше, и доступность ее весьма сомнительна. И от этого она лишь более притягательна. Лишь к концу игры, при соблюдении определенных правил, которых без гайда не узнать, ты можешь собрать что-то внятное. И поэтому, думаю, все же будет справедливо сказать, что магии тут как таковой нет. То есть, в основном все играют именно боевыми пилдами и в ус не дуют. Чуть позже я протестирую тоже этот билд магический. А пока я склонен считать, что Бладборн, он вообще вот не про магию. Однако, все же, принимайте поправку. Магия Бладборн есть. То есть, фармим только траву и камни для заточки. И да, да, здесь нет проблем с фармом. Во всяком случае, с тем, с которым столкнулся я. Пузырьки с кровью, которые я почему-то называю травой по привычке, служащие тут аналогом эстуса, падают исправно. И слава богу, потому что позже я ужаснулся от цен в магазинах. Однако, до магазина нужно было еще дожить. Помня про Demon's Souls, я понимал, что, скорее всего, мне нужно будет убить первого босса, чтобы наконец встретиться с местной хранительницей огня и открыть те самые магазины. А потому я пошел гулять по улицам Ярнама. Благо, посланники таки выдали мне оружие, спасибо им большое. Именно этим оружием я и прорубал себе путь. Сперва все же хочу рассказать о пути. Я ведь уже говорил, что дизайн локаций в Soulsborne серии это нечто. Так вот, я еще раз это повторю. Это нечто. Бладборн, к счастью для меня, не стал исключением из правил. Улица Ярнама, старая деревня, лес. Все это выполнено по высочайшим дизайнерским стандартам в смысле архитектуры. Очень красиво и интересно. И страшновато, что, конечно, подстать атмосфере. Хотя, конечно, есть у всего этого изобилие недостаток. Серьезный недостаток, который я успел заметить. Особенно этот недостаток бросается в глаза при повторном прохождении. Локации не блещут разнообразием. Причем, как именно разнообразием в цветовой гамме, в атмосфере. Так и, в принципе, разнообразием самим по себе. Разнообразием именно дизайнерским, разнообразием архитектурным. Ярном, ярном, ярном. Опа, лес, деревенька. Снова ярном. В принципе, Dark Souls 3 строился по той же схеме. Кто бы сомневался. Но в Dark Souls 3, не говоря уже о Dark Souls 2 и Dark Souls 1, были локации различные по визуалу, по цветовой гамме. Сравните изолитый и ретил. Сравните лотрик и пик дракона. И по дизайну, и по цветовой гамме. Сравните. По архитектуре сравните. По атмосфере сравните. А потом сравните две любые локации Bloodborne. И как минимум цветовая гамма, а как максимум еще и архитектура, будет чуть ли не идентична. Плохо ли это? Да фиг знает. По первой я ворчал, мол, эх, как же так? Потом втянулся. Но опять же, при повторном прохождении это очень сильно заметно и бьет по погружению. Я бы даже сказал, по интересу к игре. Кстати, заранее предупреждаю. Я более подробно об этом скажу в конце. Но пока просто знайте, что я изучил лишь малую долю контента. И вполне возможно, что я не увидел какую-то суперкрутую локацию. И теперь поднимется ор выше гор, что я обязан был изучить игру досконально, прежде чем высказывать свое мнение. Я просмотрел лицензионное соглашение игры. Нет, не должен. Мрачноватость локации Бладборн не портит даже бесконечное дежавю. Куда бы я ни пошел, я всюду видел Дарк Соус 3. В Ярнаме все, что не трущобы, похоже на замок Лотрик. А деревня Хемвик почти полностью воспроизведена в виде деревни нежити. Нет, я, конечно, знал, что Дарк Соус 3 лоскутное одеяло, нарванное из всех игр Соус Борна. Но поиграв в Бладборн, я лишний раз в этом убедился. Так как та деревня до Ярнам, собственно, представляет собой чуть ли не 50% локаций Бладборн, то Дарк Соус 3 слезал 50% локаций из этой игры. Такие вот забавные вычисления, вы не находите? Ну ладно. Радует, кстати, и микродизайн, и макродизайн. Замки и леса, это все прелестно, и наполнение всех этих замков и лесов впечатляет. В этот раз разработчики даже не стали показывать масштабность и сделали очень камерную игру, сравнимую с Дарк Соус 1 или даже с Димон Соус, но зато проработали наполнение. Не припомню, чтобы встречал хотя бы одну пустую комнату в Бладборн. Каждая чем-то добыла заставлена. Кстати, иногда вот это вот заставлено, да что там иногда, довольно часто, выглядит очень гротескно. Все улицы Ярнама в разнобой усыпаны статуями и гробами. Плюнуть некуда, попадешь либо в статую, либо в гроб, либо еще в коляску, возможно, еще в детскую коляску. Ну и, конечно же, не приходится рассчитывать на логичность построек, во всяком случае, замков. Город, как принято у Фромов, не выглядит так, будто строился людьми для людей. И ничего другого я, в принципе, не ждал. Однако в данном случае у меня есть несколько гипотез, связанных с лором. Думаю, это легко обосновать. Или нелегко. В общем, нужно будет над ними еще поработать. В общем, локации великолепные, и даже лампы их не сильно портят. Вернемся к моему путешествию. Еще до выхода из лечебницы Галпита, я наоборот не опробовал местный Рэгдолл. Вот мне интересно, они намеренно из раза в раз делают его таким нелепым. Есть же вторая часть Дарк Соулс, где Рэгдолл вовсе отключили, но зато ты не пинаешь весело трупы. В Дарк Соулс такое действо вызывало улыбку, что как бы было странно в игре про уныние. А Бладборн – это игра про страх и трепет. Какой тут горковой матери страх и трепет, когда вселяющий страх тварь весело сучит ручками-ножками и отлетает от персонажа, как футбольный мяч. Ну благо здесь хотя бы добавили вес куклам, а то в Дарк Соулс 1 они именно что, вот как я описал, одуновение ветра улетали на игровые метры. Тут же все поскромнее, но все равно смотрится это как-то слишком уж комично. Еще и гнутся они в таких местах, в которых гнуться не должны, даже такие твари, как эти. Засиделся я в больнице, короче, правда же? Хочу на волю, хочу вдохнуть свежий ернамский воздух. А-а-а, красота, воняет страхом и кровью. Всюду гробы, телеги, статуи, снова гробы, снова статуи, еще телеги, лепута. Добро пожаловать в ернамский городской универмаг нового образца, сокращенно я гумно. Кто? Гумно. Выбирайте гроб. Зачем мне гроб? Так все же берут гробы. Очень модно сейчас иметь свой гроб. На улицу что ли давно не выходил? Гробов как автомобилей. Я тут главный поставщик, строгать вам не успеваю. Так что, какой гроб будете брать? Да не нужен мне гроб, я пока не собираюсь. Хм, так никто ж не собирается, но гробы-то все равно в ходу. Ладно, ладно, я понял, гроб не нужен. Статуи вон там. Какие статуи? Разные. Вот, например, бабка молится, вот бабка снова молится, о, ктулуху сидит, так, о, снова бабка молится, писк сезона. Да не, мне бы... Да понял, я понял, телеги и кареты можете посмотреть у входа. Но любой вкус и грузоподъемность вмещают один гроб, два гроба, можно подобрать на четыре гроба, но это уже на заказ. Слушай, нам не телега с гробами. То есть, как не нужна? А что приперся тогда? Здесь только это и в ходу. Нужно мне эстуса и карту замка Лотрик. Эстуса? И карту. Ишь ты какой, эстус уже не в моде, его сюда не завозят. Это почему? Потому что Лордран под санкциями, в их эстусе обнаружен новичок. А карту Лотрика? Да я смотрю, новичок обнаружен еще и в моем магазине. Так что у вас, карта-то есть? Нет. Но я что-нибудь придумаю. Гидгот. Казуал. Знаете, шутки шутками, но от количества гробов реально рябит в глазах. Зато атмосферу это навевает на все, так сказать, деньги. Наверное, гробовщики здесь самые успешные люди. Спустившись через крыши по лестницам, я заметил, как по улицам маршируют какие-то бичи с факелами. Оценив местный колорит, я решил их выманивать по одному, но быстро понял, что умирает они достаточно легко и опасно лишь в толпе. И толпы эти собраны таким образом, чтобы были те, кто прикрывают, и те, кто тебя обстреливают. О да, обстреливают здесь со вкусом. Прошли времена луков и арбалетов, теперь вокруг пороховые ружья, пулеметы гаттинга, или как вот этот тарахтелк называется. В общем, не хватает только крика «Йо-хо-хо». Однако я не люблю на ранних этапах рисковать, мой стиль игры осторожный, так что я продвигался медленно, но верно. В некоторых закутках находил особо сильных тварей, чем-то напоминавших мне мумий из забытого бастиона. Эти, конечно, не орудовали пиромантии, но, уверяю вас, ярномские секиры лупят не хуже венского огня. Конечно, к этому идти было особо страшно, поэтому я долго мял молочные железы, прежде чем решиться. Каково же было мое разочарование, когда я обнаружил в этом закутке ровно нихрена. Мое миропонимание начало рушиться, поэтому я быстро рванул вверх по улице Сезам, то есть Ярнам. Время от времени, что интересно, мне попадались двери, в которые можно постучаться и получить приветствие на свою голову. Эй, гражданина, ты туда не ходи! Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Ты опять выходишь на связь, мудиво! Какие, однако, гостеприимные жители в Ярнаме. Перебив всю бригаду бомжей и прочих бичей, включая нескольких собак, кто бы сомневался, что я их и тут тоже встречу, я наткнулся на интересное явление, несвойственное серии Soulsborne. Возрождающиеся противники. Ну, то есть как, несвойственное? Конечно, свойственное такое было в Demon's Souls, чуть-чуть такое было в Dark Souls 3. Угадайте, откуда оно перешло туда? В общем, на этой улице вот эти вот бичи возрождались и бродили постоянно. С одной стороны, это облегчает фарм настолько, насколько может его облегчить сражение с толпой уродов. С другой, это как вообще понимать? Souls — это игра не про бесконечных врагов, это не Last Stand с волнами. Как-то меня это, знаете ли, покоробило. Просто если здесь это еще куда не шло, можно все дела сделать и больше ты сюда даже не сунешься, то что может случиться дальше, в других локациях? Забегая вперед, я оказался прав. Ну, а пока я исследовал улицы, спотыкаясь от костры, дохлых лошадей, гробы, а сбрендивших и иногда мутировавших горожан, которые что-то бормочат, что тоже необычно в целом для серии Souls, там такая редкость. Первые шаги в этом мире — это, знаете ли, нечто особенное. С непривычки боишься вообще всего, поэтому идешь осторожно, попутно удивляясь фантазии дизайнеров. Вокруг бегают тени игроков, намекаясь, что онлайн, возможно, не такой, как был раньше, но все же живее всех живых. Загадочная атмосфера беспорядка и даже маленькие частицы мозаики, собираемые в начале, не дают общего видения картины. Перепуганные жители из-за дверей говорят, что нам конец, ведь мы явились в Ночь Охоты, что равносильно самоубийству. Ночь Охоты, Кровь, Пробуждение. У меня начало закрадываться ощущение, что грань кошмара и реальности здесь размыта так же, как грань пространства и времени в Dark Souls. О, Dark Souls! За исключением некоторых... За исключением целой прорвы элементов, которых я уже видел в Dark Souls 3, я в Bloodborne не узнал Dark Souls в принципе. Взять, например, звуки. Звуки поглощения душ другие, звуки атаки другие, здесь все другое. Из того, что точно кочует из игры в игру, я услышал только звуки шагов, но это нормально. Наконец-то мне дали поиграть в Dark Souls, который не является калькой из предшественницы. Это, знаете ли, подкупает. Я говорю в первую очередь именно о технических ресурсах. Модели, текстуры, звуки. Это показывает, что разработчики не вальяжно относятся к своему творению. А что до общей схемы, ну так это Souls-like. Из всех родственников Dark Souls, Bloodborne и Demon's Souls есть самые близкие, так как последние родители, а первые детище. Поэтому ничего удивительного, что по геймплею игры почти идентичны. Зато так проще втянуться. Кровь — это эстус, лампа — это костер, хотя, наверное, лучше все-таки сравнивать именно с Demon's Souls хорошо. Лампа — это алтари, кровь — это трава, отголоски душ, застывшая кровь, кровь монстров, кровавики вместо застывших душ, титаниты, красивый черепов и душ и прочего, бумага вместо смолы, сон вместо храма, кукла вместо хранительницы, посланники... Ладно, посланники уникальны. Продолжать можно бесконечно, просто меняя слово «душа» на слово «кровь» и не промахнешься. При всем при этом, Bloodborne уж точно не назовешь калькой с Dark Souls и с Demon's Souls. Взять, например, оружие. Если Dark Souls построена на очень большом разнообразии железяк, на любой вкус и цвет, то в Bloodborne искусственный дефицит оружия. В начале игры при попадании в Nexus, вы, извините, я постоянно буду их путать, главное, лампу омелой не называть, да? В общем, при очередном возвращении в сон посланники выдадут тебе набор одно первичное и одно вторичное оружие. Я выбрал пилу и в качестве вторичного выбрал пистолет. В общем-то, давайте перечислю, что я за игру находил из вооружения. За первую именно игру. Пила обычная, я ее полюбил за скорость. Пила штык, топор, который секира, молотый меч, меч Людвига, трость-хлыст, парные клинки, танитарус и, наверное, все. Может, что-то забыл. И это точно не все, что есть в игре, потому что на тенях я видел и другие вундерваффли. И при повторном прохождении я нашел гораздо больше оружия, а потом еще заглянул на Википедию и видел, что там список довольно-таки внушительный. Однако, даже если умножить этот список на два, все равно получится мало. Казалось бы, что за халтура? Но! Но! Это оружие не просто так носит двойные названия. У них есть крутая, просто крутейшая фишка с трансформацией, так как щитов в Bloodborne больше нет как вида. Ну, на самом деле, есть там один щит. Давайте так, старого стиля игры со щитом нет. То на то, что раньше было защитой, теперь включается трансформация оружия. И сделано это действительно стильно. И пофиг, что нихрена не реалистично. Это просто охренительно круто. Небольшой древко топора раздвигается, превращая его в длинную секиру совершенно иным муссетом. Также с пилой. С пилой топором. С пилой штыком, которым можно орудовать как копьем. Штык ружьего с выстрелом становится штыком или ружьем. Есть пистолет, приделанный к шпаге. Есть меч, который вставляется в каменюку и становится молотом. Клинки раздваиваются и начинается мясорубка. Клинок приделывается к палке, получается коса! Коса, сука! Это крайне достойная замена взятия оружия в две руки из Дарксос. Более того, это не только красиво, но и эффективно в бою. Так как комбинируя удары и трансформации, можно во время раскладывания или складывания оружия еще и заехать им кому-нибудь по хребтине. Таким образом, оружие кажется намного проработаннее, чем в Дарксос. Это не так, на самом деле, но иллюзия очень стойкая. Кроме того, именно в Бладборн впервые появился усиленный удар. Притом, он тут не просто прикладная штука, как в Дарксос 3, а именно особая разновидность удара, которую, как по мне, немножечко переоценили, ведь из-за темпа игры она редко применяема. Думал я вначале, оказывается, с помощью нее делаются как минимум бэкстебы. Да, мир открытий чудных. Вторичное оружие, то, что берется во вторую руку, представляет из себя стрелковое вооружение в 99% случаев. Есть еще, как минимум, щит, факел, огнемет есть. Такое вооружение тратит новый ресурс, ртутные пули. Это теперь у нас вместо маны. И я не скажу, что их очень тяжело фармить. Точно так же легко, как и кровь, и сильно-сильно легче, чем свалив Димон Соус, за что отдельный мой респект игре. Даже я, человек, который забыл о парировании еще на начальном этапе игры и вспомнил уже в конце, в один момент лишился всех пуль при не слишком-то большом транжирстве. Даже в этом случае, пару раз пробежавшись по какой-нибудь локации взад-назад, можно было спокойно восполнить запас пуль. Впрочем, если в том же Димон Соус был класс маг, который не мог жить никак без маны, то в Бладборн легко можно жить без парирования. Да, ружья, мушкеты и прочие базуки, это, как правило, все про парирование. Какие-то тратят больше пуль за раз, какие-то меньше, есть вон вовсе огнеметы. Все это даже наносит какой-то урон, который от чего-то там скалируется. Я, честно говоря, не понял, можно ли, скажем, ружьем нанести хоть сколько-нибудь серьезный урон. Возможно, чем сильнее бьет оно, тем больше эффекта от репост. Не знаю. Но, скорее всего, это не так. Знаю только, что парирование наконец-то довели до ума. Хотя ревниться или хардкор наверняка сказали бы о казуале ли. В Бладборн парирование намного легче, чем в Дарк Соус, и, как ни странно, намного удобнее. И чтобы, видимо, это удобство не превратилось в абьюз механики, как раз таки явили ограничение на парирование в количестве пуль. Не больше 20 на марше, если не использовать руны. В целом, благодаря такому вот крутому оружию и комбинации с ним, благодаря удобному парированию и благодаря еще одной особенности, бои стали очень динамичными. Единственное, что их, на мой взгляд, омрачает, это отскок, который теперь есть вместо переката. По ощущениям, при Локе он работает только в четыре стороны, как это было в Дарк Соус 1 и в Димон Соус. Если это не так, то, ну, я даже не знаю. У меня как-то вечно прыгалось совсем не туда, куда я метил. Ну, возможно, это из-за 30 кадров, кто его поймет. Но это мало из битфик с ней. Что еще задана такая особенность? О, это восстановление здоровья. Как было в Дарк Соус? Ты получил по башке, и от полоски ХП отнялось фиксированное количество здоровья. Как это в Бладборн? Тебя ударили, здоровье отнялось, но метка, такая черточка, на несколько мгновений, секунды так на полторы-две, осталась на прежнем месте. И если в это окно наносить удар по врагу, любому врагу, то здоровье будет потихоньку регенерироваться, вплоть до этой самой метки. И при том, даже когда технический противник уже умер, но анимация смерти еще не завершена, можно продолжать регенерироваться об него. Таким образом, можно умудряться почти не тратить здоровье при бой-столкновениях, что поощряет бросаться в бой без какого-либо страха за потерю здоровья, как раньше, и да, добавляя динамики. И даже более того, если при попытке спарировать, ты таки получил по башке, но смог спарировать, то при репосте ты восстановишь все здоровье до прежней метки. Разве это не круто? И таким образом, мне без щита, конечно, было немножко непривычно первое время, но очень интересно. И еще одна особенность Бладборн, перекочевавшая потом в Дарксовс 3, это грязь на персонажа. В Дарксовс 3 это действительно грязь, а в Бладборн, как вы поняли, это кровь. И, как это ни странно, тут разрешение в 720p играет Бладборн на руку. Из-за такого пикселирования кажется, что ткани намокают в крови намного реалистичнее, чем есть на самом деле. И уже после одного, двух, трех таких вот боестолкновений с противником персонаж не просто заляпан, нет, он залит с ног до головы кровью. И смотрится это внушительно. Правда, есть одна хохма, если в этот момент снять персонажа всю одежду, то он будет весь чистый, а вот рожа будет вся красная. Да. Вот так вот я и ходил по-ярному. С красной рожей. Убивал вормочих дедов, просящих, чтобы я ушел, практически умоляющих. Стучал в двери, везде был послан в жопу. Рассматривал гробы, в целом любовался микродизайном. На улицах будто бы не было свободного места. От мелочей. Какого уровня детализации в серии Соллс Борн я еще не встречал. Иногда, что очень необычно для серии, встречались записки, по которым слабо можно понять лор, но которые при его исследовании будут очень-очень кстати. Вот этого не хватало в Дарксос, на мой взгляд. Пока что из них и из диалогов ясны только общие сведения о Великой Охоте, Ярномской Крови. И вообще не было на такие, что вот-вот явится Херсин. Даже оборотни уже на готове. Также я открывал скрытые, ну или скорее уж замаскированные пути, и шорткаты, которые здесь в наличии. И если играть по порядку, то Бладборн идет после Дарксос 2, где шорткатов сильно меньше. И смысла в них сильно меньше. И это, по идее, должно подкупать. С другой стороны, было бы странно, если бы их здесь не было. С такой-то системой быстрых путешествий. Но самое главное, я постоянно встречал развилки. Не сказал бы, что их тут как-то вот безумно много, но все же, как минимум, для первого прохождения приятно, когда у тебя есть выбор идти налево или идти направо. И не просто сделать пару шагов, а хорошенько так отпежеходится. Правда, этот момент имеет и обратную сторону, с которой я столкнулся чуть позже. Но это уже зависит, конечно, от человека. Ну вот, добрался я до первого для меня босса. Первый босс в новой соус-игре, это всегда для меня нечто особенное. Поэтому в туманную стену я входил с неким таким трепетом. И даже тот странный пухлый демон из Demon's Souls мне чем-то да понравился в качестве босса. И, к сожалению, это не единственное исходство с церковным чудовищем. Так тут называется первый босс. Казалось бы, все прекрасно. Если вы помните, при рассказе о боссах Dark Souls я постоянно говорил, что основное большинство их это антропоморфные рыцари в доспехах. Концентрация условно в Квилек и Вальниров довольно низка по отношению к зеркальным рыцарям и душам пепла. Будь они хоть трижды крутые и уникальны. И это нормально, но, видимо, я лично тянулся к чему-то более вычурному. И Bloodborne как раз игра про таких вот боссов и существ. Первый же босс вырвеглазное нечто. Мохнатое, грязное, наверняка еще вонючее. Кроме того, это еще и первый боевой саундтрек. И что тут сказать, он великолепен. Это мрачность, этот выдержанный темп, а главное плавное течение. Композиция отлично выверена. Просто практически идеально. Я не помню тему Гундира и с трудом помню идиотскую тему Демона Прибежище, да и последнего гиганта тоже и того первого демона из Demon's Souls. Но вот эту тему, тему церковного чудовища, я не забуду никогда. Правда, тому есть еще одна причина. Наверное, вы уже догадались, какая. Это не его саундтрек, и встречается он довольно часто. Но я не буду забегать вперед. Тогда я был увлечен боем. Ну, то есть, как увлечен? С точки зрения эстетики все было шикарно. Однако вот, с точки зрения механики, это был маленький такой атас. Да, даже без оглядки на то, что это мой первый серьезный бой, это было то еще удовольствие, в кавычках. Видите ли, все дело в камере. Со времен Dark Souls с этим так ничего сделать и не удалось, и не слишком-то они старались, давайте будем честны. Лишь в Dark Souls 3 они хоть как-то, чуть-чуть, немножечко, неумело, очень такими маленькими, неуклюжими шажками попытались хоть как-то отдалять камеру на некоторых боссах. Но в целом камера в серии Soulsborne это атас. Особенно это заметно на крупногабаритных врагах и в особенности на боссах. Уже поняли, в чем загвоздка, правда ведь, да? В Dark Souls крупные боссы и враги, такие, что вот выше игрока раза в два, встречаются не так уж часто. В основном они либо крупные вширь, либо одного плюс-минус с тобой роста. И потому сражаться с ними, ну, вполне нормально от случая к случаю. Но вот в Bloodborne, В Bloodborne значительная часть боссов не только радует глаз и ухо шикарным визуальным и звуковым дизайном, но еще и страдает гигантизмом. Точнее, страдаем мы, они, походу, им наслаждаются. В чем же здесь проблема? Ну, в камере, конечно, в чем же еще? Точнее, в ее взаимодействии с другими механиками. Например, с механикой захвата твою мать цели. Играть без нее неудобно в любой игре Soulsborne. И в Bloodborne это, если честно, намного сложнее, чем в серии Dark Souls. Дело, видимо, в более резких отскоках вместо привычных перекатов. Трудно контролировать ситуацию. К тому же нужно постоянно следить за руками. Буквально. Ведь в то время, как мы лупим правый палец ноги босса, он там этими руками что-то вытворяет. Захват же часто, за редкими исключениями, берет монстра целиком. В итоге, если он на среднем расстоянии, то это еще пока не беда, но стоит ему подойти чуть ближе, и его центр оказывается выше уровня нашей шапки, и камера пытается уследить за ним. В результате она задирается вверх, и теперь мы вообще нихрена не видим. Это вообще давняя беда, Soulsborne. Да, иногда бывает так, что они разделяют тушу врага на несколько точек, но боссам так везет не часто. Не так часто, как стоило бы. Но это хоть чуть-чуть, но выручает. Но вот именно что чуть-чуть в динамичных босс-файтах Bloodborne. И мой первый босс в Bloodborne оказался камерой. Да, вот уж чего я не ожидал. Старая проблема была здесь усугублена, и еще не раз встречалась, заставляя меня хвататься за голову с криком «Ну как? Ну как это у вас получается из раза в раз?» Но неужели при всем наработанном мастерстве вы всерьез пропускаете мимо ушей вопль комьюнити об идиотской камере и решаете, что вот это вот все, это нормально? Безумие какое-то. И уже не внутриигровое. Однако каким-то просто неимоверным чудом я умудрился победить чудовище с первого раза. Ай да я. Честно говоря, за всю серию Soulsborne мне так достоверно везло лишь два раза. В Bloodborne и еще в Гундира я заводил с первого раза. Про Dark Souls 1 я уже не вспомню, как там обстояли дела. Ну и как после Гундира, меня здесь тоже ждало маленькое техническое разочарование. Футажи для игры я снимал через ОБС, который для этого, скажем так, не приспособлен. И я выяснил, что записалось только несколько секунд боя. И понимая, что мне же нужно что-то показывать во время моего долгого спича, я решил побороться с боссом еще раз через классическую систему призыва. И заодно опробовать ее. И снова столкнулся со флэшбэками. Ну кто б сомневался. Помните этот звон, да? Ну помните же. Ай, прелесть. Под него нас призывали на пике дракона, под него призывались Рицари Дракона, и иногда еще Хавилл или Рикард. Прекрасно, да? Я еще тогда думал, как это обосновать. Не, обосновать-то это не мудрено. Ну вот просто такой вот у них призыв у этих змеи-людей. Но хорошее обоснование подразумевает фактологические или смысловые отсылки на что-то. В итоге я таковых не нашел. И вот совсем недавно я был неприятно удивлен тем, что система призыва через колокольчик появилась в Дарксос без какого-либо обоснования. Просто потому, что она понравилась Миядзаке в Бладборн. Там даже звук идентичный. Господи, вы представляете, что я чувствовал? Что чувствовал такой фанат Дарксос, как я? Для меня Дарксос 3 все больше и больше теряла уникальность. Нет, она не становилась хуже, но все же. Все же. Ладно, вернемся к теме. Как и все в Бладборн, призыв здесь является аналогом призыва из других игр линейки. Только вместо объекта X, объект Y. Здесь в качестве объекта Y колокольчик. Тот самый, который так звенит. Впрочем, призыв здесь не является калькой с призыва Дарксос, что меня приятно удивило. Скорее аналог автопризыва Ковенантов. Звонишь на такой колокольчик, и у тебя тратится аналог человечности. Если отменить звонок, он возвращается. Пока колокольчик в активном режиме, игра ищет напарника. И при том не останавливается, как в Код Вейн. То есть мы продолжаем шастать по ярному. Ну и когда призывается напарник, мы шастаем уже не одни. Сила монстров не меняется, но вот босс уже расправляет плечи. Ну и, конечно же, немножечко здоровья все-таки у Фантома отнимается. Чтобы вы были равны в уровне. Однако, более интересно, эта система выглядит для призванного. Я точно не помню, а на момент написания сценария сервера Дарксос отключены. И вот кажется, что в Дарксос 2 при гибели в качестве Фантома ты появлялся на том же месте, где ты был призван в своем мире. Но враги возрождались. Что, конечно, было весело. Тут же получить по шапке со всех сторон. В Бладборн пошли еще дальше. Там такое даже в моменте призыва. Так как точка призыва больше не определяется нарисованным знаком, призывается игрок из любого места точно по той же схеме. Он звонит в колокол и дальше уже автоматически призывается, если найдется хост-призыватель. Здесь это перезвон между мирами. Только вот призывается он на том же месте, где пропал в своем мире. То есть, если в своем мире вы с трудом пробились через оградотряд врага и были призваны колоколом, то, появившись в мире союзника, вы можете обнаружить, что он это место еще не зачистил или даже просто оббежал. И вы появляетесь фактически в окружении врага. Плохо ли это? Ну, это как минимум странно. Не скажу, что плохо. Это не является чем-то сложным. Просто иногда доставляет неудобства. Да, но в целом задумка довольно-таки веселая. Но это лишь часть задумки. Вторая вытекает из первой. Допустим, ты был призван и не получил по шапке. Что нужно сделать дальше? Моменту приветствия с анимациями и кортизанками, поклонов и прочих дефирамп друг к другу, должен предшествовать другой момент. Поняли уже, какой, да? Нужно сначала найти друг друга. И вот тут уж как повезет. Игра совершенно никак не ориентируется на твой прогресс в этой локации. Поэтому призыватель может оказаться как у тебя за спиной, или неподалеку, так и на другом конце локации. Более того, он мог попасть туда через рез, о котором тебе, например, еще неизвестно, или ты банально его еще не открыл. Он мог оббежать некоторых монстров, потому что ему так удобнее проходить. И в итоге между ним и тобой серьезное заграждение из врагов. А еще у меня несколько раз было такое, что призыватель уже стоял у туманной стены перед боссом, а я оказывался в начале уровня. Чаще всего это было в старом ярнаме. Надо ли говорить, что пока я добегал, босс уже успевал в лучшем случае умереть. В худшем случае он умирал, когда я еще был на полпути. И вот если момент с появлением в окружении врагов можно счесть интересным, хоть и запарным, то вот этот момент продуман очень плохо. Возможно, я не нашел какого-то предмета, который на манер заклинания из Dark Souls ищет фантома. Тогда ладно. Хотя тот факт, что я его не нашел, уже намекает на то, что найти его, скорее всего, непросто, а такие вещи должны быть легкодоступными, так как без них механика работает окровенно херово. Либо же предмета такого просто нет, ну тогда добавили бы хотя бы, не знаю, жесты с криками, как в Dark Souls 3, но тут их вроде как нет. Либо жест спусканием сигнального света, что, наверное, трудно реализуемо в помещениях. В общем, как-то это все работает из-под палки. Еще меня смутил момент следующий. Каждый раз, когда я призывался или призывал, появлялись надписи о том, что женщина-звонарь звонит в колокол. Сперва я думал, что это такой намек, что теперь к нам легче вторгнуться, и какой-то персонаж женского пола уже начал это делать. Ну или это просто мне опять звонили из банка. Но никто так и не пришел. В итоге ни из банка, ни в виде фантомов. Все последующие разы женщина-звонарь звонила в колокол, и я начинал подозревать, что я слишком сексуален, и женщины ко мне просто-таки ломятся. Ну, то есть это не связано со вторжениями. Я понял, о чем речь только к концу игры, до него мы еще доберемся. Что же до вторжения, то за всю игру состоялось только два вторжения. Одно мне, и одно во время того, как я был призван. В качестве фантома я одержал победу, а в качестве хоста я этот бой слил, прыгнув со скалы, потому что я ебал вот эту локацию, где Миколаш обетает, и где тебя из окон обстреливают светом. Еще там мощнейшие твари. И вот в двух шагах от лампы, не давая к ней подойти, за светом и тварями прятался вторженец. Нахер такой пвп, подумал Штирлиц, и совершил сепуку. Ну и еще при втором прохождении ко мне несколько раз торгались, и знаете ли, я как-то странно всех побеждал. Просто удивительно. В общем, несколько раз я развлекался, приходя на помощь другим охотникам ярнома в убийстве церковной твари в надежде, что меня не посадят за оскорбление чувств верующих. Заодно я подкопил немножко душ, которые тут отголоски крови, так как знал, что по законам жанра в Нексусе теперь работают все ларьки и банкоматы, а значит пора возвращаться, то есть засыпать. Строго говоря, все это открылось еще до убийства босса, но я решил немножечко упороться символизмом. И вот тут уже можно рассказать про сон охотника подробнее. Я уже сказал, что это действительно красивая атмосферная локация с двумя запертыми проходами. Один таковым останется до конца игры, а второй проход в дом. Он открылся. Честно говоря, я бегал сюда и раньше, и дверь уже была открыта, но только с этого момента мои визиты можно назвать полноценными. В доме меня ждал старик-колясочник Герман со своими охранительными советами, а также, как я понял, намеками на DLC, о котором я напрочь забыл, так как не до него сейчас было, вещал он, как и положено, в стиле «Эй, я Герман, бла-бла-бла, ярнам, бла-бла-бла, кровь, ну, ты, наверное, нихрена не понимаешь, поэтому иди и убивай». Кстати, я говорил, что я Герман. Ну что ж, убивать так убивать. Помимо инвалида, который еще пару раз появлялся за игру, в доме оказалось много полезного. Во-первых, это алтарь с рунами, будь они неладны, который не активен, пока не получишь бумаги у Касадаса. Второй – оружейный верстак, осталось прежнее. Есть осколки мелкие, есть более крупные, есть большие, осколки кровавиков или титаниты, неважно, согласитесь. И есть кусок, которым затачивается на финальный плюс 10 любой предмет. Но есть еще дополнительная система улучшения оружия. Вместо закалки титанитом тут можно вставлять особые кровавики в ячейки. Ячейки открываются по мере улучшения оружия и максимум их, как я понял, три штуки. По игре мы находим разные осколки разных форм, которые подходят в разные ячейки и каждый из них дает бонус. Иногда к урону, иногда к конкретному урону стихийному или там иногда просто дробящему или колющему, иногда к усиленным ударам, иногда плюс к скалированию. Примечательно то, что эти кровавики можно вставлять и вынимать без лишних телодвижений. То есть не нужно перезакаливать дубину, чтобы заменить камень. Просто вынул, ставил, вынул, ставил, что-то мне это напоминает. Никак не могу вспомнить, что. А, да, точно. Ну и вот, есть побочный эффект. Эти кристаллы с разными свойствами скапливаются в немаленьких количествах и кроме продажи делать. В результате система улучшения оружия тут хороша. Мне понравилось. Не такая замороченная, как в Dark Souls, вполне в стиле Bloodborne. А вот улучшения брони тут не существует, как и самой брони. Нет, формально-то она есть и также она влияет на показатели защиты и прочего. И это даже на каких-то там сверхвысоких сложностях на New Game Plus 6, например, возможно, имеет значение. Но главная ее функция, точнее две главных функции, это защита от стихий и визуальный кайф. Первое, это важно в особых случаях, и да, чем дальше по игре, тем важнее. По крайней мере, у Миколаша без защиты тайны мне было тяжко. Однако, у бывалого игрока таких ситуаций наверняка очень мало. Главное, что эта возможность есть, и она работает. Куда важнее второе. Физическая защита у 95% брони плюс-минус одинаковая, что делает выбор доспеха фактически стилистическим решением. Более того, веса брони, как и веса оружия, больше не существует как вида, что стало для меня в серии Soulsborne подлинным удивлением. В инвентаре, мелковатом и менее удобным, чем в Dark Souls 2 и 3, тем не менее, есть две ячейки под обычное оружие и две под стрелковое. Ну и, как обычно, четыре элемента брони. В итоге, ты легко можешь надеть тяжелый доспех, взять молотый гигантский меч, и при этом это совершенно никак не повлияет на твою подвижность. То есть, прямо во время боя можно менять оружие без оглядки на загруженность. Тряпка бомжа и тяжелый доспех здесь имеют одинаковый вес, а именно, никакой. Поэтому можно смело цеплять на себя вообще все, что понравится. А понравится тут есть чему. Количество стильных тряпок на порядок больше, чем оружие. И все же меньше, чем хотелось бы. По ощущениям, по крайней мере. У доспехов нет никаких свойств, как у оружия, поэтому я надеялся, что их будет хотя бы просто больше. Ну и, в принципе, так оно и оказалось. И разумеется, подкупать стилистика. Шляпы, цилиндры, пальто такие, пальто сякие, рясы священнослужителей, уже явно не модные латные полудоспехи, обмотанные тряпками, и, конечно же, мои любимые капюшоны. Это просто прелестно. Да, глядя на это, так и подмывает еще раз зыркнуть в сторону Dark Souls 3, куда как раз таки перекочевала вот эта вот система с полным отсутствием баланса и около нулевым влиянием брони на стиль игры. Только вот в Dark Souls 3 эта система, как ни пришей кобыле Эстус. Dark Souls, она не про это вообще. Получается дебилизм. А вот в Bloodborne это смотрится очень даже органично, так как Bloodborne все же не Dark Souls, это другой мир и другие правила. Что интересно, в основном оружие и броню нужно покупать. Хотя я не раз сталкивался с ситуацией, что после нахождения, скажем, Тониторуса или Тониторуса, херово разберет, он появляется в продаже. Но в целом примечательно то, что одного оружия можно купить множество копий, пока не зная зачем, раз закалки тут как таковой нет, зато ты точно не пропустишь ту или иную железяку. Скорее всего. Это касается и оружия, и доспехов. С доспехами попроще. После знакомства, гибели или после иного иногда взаимодействия с персонажами их одеяние появляется у торговцев. Торговцы тут представляют собой чаши с посланниками, принимающими разную валюту, что тоже необычно, кстати. Необычные, правда, тут именно вот эти вот, которые торгуют за озарение, аналог человечности. Притом, аналог этот работает по системе Dark Souls 1, доведенной до ума. У тебя есть отдельный счетчик этой самой человечности, то есть озарение, и он не сбрасывается при смерти. Вообще, при смерти, как я понял, ты не получаешь никаких штрафов вообще, даже внешних. Тут нет понятия повод как вида. Наверное, хардкорщики всей земли должны были напрячься, ведь это так не по-хардкорному, да? В общем, этот счетчик можно использовать не только для призыва помощи, но и для торговли. Интересно сделано. Интересно еще и то, что, как и в Hollow Knight, твое кровавое пятно может быть сожрано существом, то есть, чтобы его подобрать, нужно сперва это существо убить. И если это существо оказалось сильным, то, ну, сачелствую. А вот другой торговец самый обычный. Самый обычный барыга-сволочь-мразь. Он, видимо, тоже играл в Demon's Souls и подумал, у торговцев там такие цены громадные, а я-то чем хуже? И тоже задрал цены до небес. В результате, хлопнуть его за здоровье Собянина об голову-оборотню, это уже, знаете ли, нетривиальная задача даже в конце игры, если бы не один нюанс, о котором позже. С другой стороны, здесь действительно дельные расходники. Камешки отвлекают противника, не нанося урона. Коктейли хорошо так сжигают врагов, уязвимых к огню, коих тут, по ощущению, подавляющее большинство, потому что, ну, твари, уязвимых к огню, твари тут большинство, ярном, добро пожаловать. Есть еще ножи, какая-то хренота, если честно. Ну, короче, тут при огромных ценах на все как-то не создается ощущение, что торговцы охренели. Видимо, это хороший внутриигровой баланс. Продолжая тему сноохотника, тут также есть пень с посланниками, где можно их нарядить во всякие смешные шапочки, что странно. Часть из них за предзаказ. Серьезно? То есть, посланники в цилиндрах, ну, это ладно, хорошо. Вот посланники с чугунками и горшками на голове, это вот что вообще такое? Это вот зачем в Бладборн? Странно как-то, ну, ладно. Впрочем, это все опционально не влияет ни на что. Вообще, сон охотника, должен сказать, очень маленький. По ощущениям, он даже меньше храма огня из Dark Souls 1, самой маленькой хаблокации в соусборне, потому что тот храм тоже был некрупным, но от него вели все-таки дороги вниз и вверх, и был еще лифт, а здесь же сон полностью изолирован от мира, потому ты ощущаешь себя на пятачке земли. Но что ж тут на очень атмосферном пятачке? В небе, как и положено, большая, красивая луна, вечно спутник Бладборн, вокруг нечто похожее на пресносущные деревья из Dark Souls, которые при ближайшем рассмотрении оказываются рукотворными каменными колоннами. Понятно, что это визуальная отсылка, но дайте-ка угадаю, это тоже довод в пользу единства миров, да? Но, конечно, как же не рассказать о центральном персонаже любой хаблокации в соусборн? В нашем случае это кукла. Что же, она довольно милая. Не такая милая, как на эротических артах, конечно, но все же интересно в общении, хотя и не сильно разговорчиво, в том смысле, что не так уж много у нее фраз, как мне хотелось бы. Иногда она засыпает, что забавно, ведь мы и так во сне. Подробнее об этом смотрите в Перекрестках Миров по Бладборну, которые выйдут очень скоро, в 1122 году, да. Но все же, знаете, вот из всех Хранительниц Условного Огня я бы поставил куклу на предпоследнее место, потому что последнее надежно занято Анастасией из Челябинска. Кукла мало того, что наряжена, ну, на любителя, даже по меркам Бладборна, что, в общем-то, логично, потому что она именно, что кукла. Так еще и она, ну, кукла, понимаете, да, она не человек. Короче, чисто вкусовщина, ладно. Однако сказать, что это неприятный персонаж, значит, грубо соврать, она классная, у нее поднимается уровень, на манер Дева в Черном, кстати, их озвучивает одна и та же актриса, да и потом, на безрыбье, знаете ли, сон охотника, конечно, это именно что сон, но, знаете, Герман все равно, вот нет-нет в нем, да появится, раза два-три за игру. А так, сон это очень пустынный, в плане NPC-локация, где одна лишь кукла. Этому месту не хватает, NPC, я бы сказал, не хватает тех, кто будет вести с тобой диалог, хотя бы просто одной фразой перекинется, потому что трудно считать за NPC посланников. Пусть это будут даже временные NPC, как та же Сирис или Эйгон из Скайрима, зато здесь красивая и ненавязчивая музыка, спокойная, загадочная, подстать локации. Ах да, как же я мог забыть-то, в доме есть сундук, куда можно складывать предметы, но все равно на костре это было делать удобнее, но спасибо все равно, что он есть. Ну а тем временем я продолжил исследовать Ярнам. Или он все-таки Ярнам. Загадка похлеще Лора Бладборда, честное слово. После убийства этой вот Чупакабры я осмелел и стал как-то спокойнее себя вести. Продолжил искать двери, в которые можно постучать. Что интересно, такие двери были помечены лампами. То есть, если горит светильник, наверняка здесь есть NPC, за редкими исключениями. Это понятно, но я не сразу понял, что иногда стучаться можно даже в окна. Если в Дарк Соус персонажи стояли на условной улице и их было видно визуально, то в Ярнаме очень многие попрятались по домам. Понятно почему. И потому уже на момент написания сценария для этого ролика, когда я начал игру заново, я нашел минимум еще двоих персонажей, которых раньше я пропускал. И разгадал загадку музыкальной шкатулки, которой понятия не имел при первом прохождении. И знаете, это круто. Шикарное ощущение вновь узнавать лор загадочный и интересный. Жаль, что в Demon's Souls с этим беда. Однако подача, должен признать, не гарантирует интересности. Подача, ну, Bloodborne, она такая и уместна. Ну вот, на днях выходит Телден Ринг, на момент просмотра этого ролика, скорее всего, он уже вышел. И если там будет такая же подача, это, извините, будет наверняка уже навевать тоску. Ну ладно. Главное, по всему видно, здесь в Ярнаме действительно жили люди. Это не видно по архитектуре, потому что она, я повторюсь, довольно-таки странная, но она такая во всей серии Soulsborne. А вот из-за микродизайна, из-за целой прорвы вещей, наваленных кучами по всему Ярному, всякие там колясочки, стульчики-стольчики, да, и прочь, вот эта вся дрянь, создается впечатление, что люди здесь именно жили. И даже в каком-то смысле до сих пор живут. Если мир Dark Souls прямо говорит, что он умирает, и уже все, уже конец всему, то мир Bloodborne наоборот надеется, что нужно просто переждать эту ночь, и все будет чики-брики. Во всяком случае, это лежит на поверхности. К слову, к мерзотным собакам прибавились не менее мерзотные вороны. Вот такой вот сразу переход, да? Летать они не умеют, но надоедает своими внезапными атаками не хуже скальных наездников Моровинда. В целом, исследовать Ярнам интересно, но если ты играешь не в первый раз, то очень сильно портит впечатление однообразия локации цветовой гаммы. То, о чем я уже говорил. Очень важно давать игроку разнообразие, а кошмар и ужас можно навевать по-разному. Вспомните того же Паука Рому. До него мы еще доберемся. Тут у меня на очереди был отец Гаскоин, но прежде чем до него добраться, пришлось порезать немало врагов. Самое странное из них это свиньи. Да, тут пока лишь одна, но скоро их станет много. Гигантская жирная свиная отбивная. Вот уж чего не ожидаешь встретить после всяких там церковных чудищ. Хотя, мало ли, может это тоже символ чревоугодия местных. Пес их разберет. А еще она при смерти смешно так лопать. Улицы Ярнома довольно плотно уставлены и на деле представляют собой такой же коридор, как и везде. Но, в отличие от Димон Соул, тут с пространством как техническим, так и визуальным проблем нет. Множество площадок соединены и не только горизонтально, но и вертикально. И на высоту лестниц тут явно не скупились. Порой по ним довольно долго взбираться, поэтому я очень рад, что разработчики реализовали здесь самый быстрый подъем, да еще и без затрат выносливости. В Дарк Соус 2 и Дарк Соус 3 таких больших лестниц было не так уж и много, пару раз за игру. И эти самые пару раз можно потерпеть. Здесь же прям просто королевство лестниц, и подобное решение тут очень кстати. Круче только подъем в Код Уэйне. Кстати, в Ярноме порой при подъеме по лестнице тени ложатся комично. Да и не только по лестнице, но это на самом деле мелочь. Ну и так вот понемногу ты перевучиваешься на стилистику боя Бладборн без бэкстаба в прежнем виде, с необычным парированием, с разговаривающими врагами, костерящими тебя последними словами. Встречаешь новых НПС, как например вот эту вот вороную вороночку. В такие моменты ты снова подмечаешь отличную озвучку. Из игры в игру по всей серии разные аспекты бывают скачет в качестве, но озвучка один из немногих пунктов, который стабильно хорош. От куклы и Германа ну и так как это новая игра в старой конструкции, то дивные сундуки и нужен язык, но дыра теперь сменились уже не очень понятными мне на тот момент шаблонными записями типа Икс, от них тут воняет или что-то про бледную кровь. Новый мир, новые мемы. Именно тогда я вспомнил каково это не просто не знать, а не понимать ценности возможного знания типа смотрите там Анар Лонда и чё. Это прекрасно. Жаль только что нельзя убрать часть интерфейса и инвентаря, как сделали это в Дарк Соус 3. Да и в целом с адаптивным интерфейсом тут беда его то ли нет, то ли он на уровне первой части. Впрочем, благодаря разрешению и другим техническим аспектам игры любоваться Бладборном так как я любовался Дарк Соус мне не хотелось. Ах да, почему бы не поговорить о тех самых технических аспектах? С этим всё плохо. Я бы даже сказал очень плохо. Помните Дарк Соус 2 и потерю кадров анимации на довольно близком расстоянии? Так вот, в Бладборн это тоже есть, хотя не так бросается в глаза. Говорят, что 30 кадров на консоли и 30 кадров на компе это разные технологии 30 кадров. Не знаю, правда это или очередная отмазка консольщиков, но правда в том, что даунгрейт анимации, отвратительное разрешение в 720p и постоянные тормоза действительно портят впечатление. И дело тут не только в просадках до 10-15 кадров на глаз. Это случается от места к месту. Беда в том, что по ощущениям тут большую часть времени вовсе не 30 кадров, а как раз таки 25 или даже 20. И так как свалить все на мой говнокомп в этот раз не выйдет, значит теперь можно начать говорить, что я долблюсь в шары и нет никаких просадок. Игра работает идеально. На Юле я вертел такое идеально. И вот я на финишной прямой локации. Мост. Очень уж он похож на мост Лотрика, но все-таки стоит признать, что все мосты друг на друга похожи. Да и окружение, что в Лотрике и Алое Небо, что в Ярнаме. Игра Дежавю, хотя вины Бладборн в этом нет никакой. Она как раз таки уникальна, но я опять повторяюсь. О, толпа горожан! Я не люблю толпы. По моим ощущениям, начальные враги Бладборн даже более опасны, чем Дарк Соус, и навалять смогут только так. С другой стороны, вон стоит шар. Даже с местной прорисовкой его трудно не заметить, так что я спрятался не зря. Но вы мне не верьте, это все потому, что я играл по гайдам. И вот наконец, уехавший кукушкой охотник. Не знаю, что лучше, валяться по всей локации в виде трупов или спятить и превратиться в монстра. Мутация тут сродни опустошению, что там, что тут безмозглый монстр, чему пришествует безумие. Удивительное совпадение, не правда ли? Как я понял, не менее 60% тварей в Ярнаме бывшие его жители. Гаскойн, если честно, хорошенько мне нападал. Именно тогда я всерьез задумался насчет вызова союзника. И с этим получилось забавно. Я, конечно, видел надписи о том, что Гаскойн боится огня, как и всякая тварь. Но у меня были только коктейли Молотова, и их было очень мало. Я решил, что нужно их поэкономить. Но пришел Фантом с горящим оружием и за 4, я не вру, за 4 удара убил Гаскойна. Ну, может не за 4, может за 5, не знаю, за 10. Но убил очень быстро. Я даже, наверное, до 10 сосчитать не успел. Он просто растоптал. А я, представляете, даже дулю респектули ему скрутить не смог, так как тогда еще не мог понять, как же включается меню анимаций. Ну, кто ж знал, что это долбанная сенсорная кнопка геймпада, которой я вообще никогда не пользуюсь, да? Что она здесь делится аж на правое и левое. На левое тут удобная панель быстрого доступа, хотя не такая удобная, как в Dark Souls 3, а на правую анимации. Эхма. Забаров Гаскойна, я, наконец, попал в часовню Идон и решил пойти спать, потому что было поздно, я уже очень устал. Отходя ко сну, я телепортировался в часовню и давай крушить на прощание горшки, и не заметив, дал по лбу какому-то НПС. Он такой, ой, прости, прости, дал мне камешек. Вот тебе на. Отличное завершение дня. Кстати, он похож на пигмея. Пигмеи были показаны только в Dark Souls 3. Ну, вы поняли. Как выяснилось, он тут устроил безопасное место и хочет, чтобы мы сюда всех отправляли. А я помню, что некоторые из НПС за дверьми спрашивали про безопасные места. Пришло время пройтись по ним. Первой стала бабка в чапце, мерзкая и гнусная. Разговаривать с нами так, как половина других НПС, будто бы все беды тут от нас. И кто знает, может это и правда. Из чего я делаю вывод, что наша фамилия начинается на П. Но это вряд ли. Скорее всего, они тут просто все кукухой кукухнулись. Сиди тут, бабка, тут безопасно. Посмотри на рожу этого местного аборигена. Что может пойти не так? Удивительно, но случайно вернувшись в лечебницу, за дверью я встретил и саму Юзефку, которая тоже сказала, мол, давай шли всех сюда, тут безопасно. Отлично. Меня значит шлют в жопу, а я всех буду слать в безопасное место. Нет уж, я буду слать их к тому уроду, пусть он сварит из них суп. Ну, честно говоря, я решил как раз таки наоборот. Пусть он явно и монстровидный, но Юзефка это, я ее лишь в щелочку вижу, может она намного хуже, чем тот казачок. Бабам доверять нельзя, запомните. Забегая вперед, этот квест для меня ничем не закончился, так как я, видимо, не нашел всех НПС или что-то в этом духе. Но постепенно часовня пополнялась, импровизированная такая маджула. Видимо, в сон может попасть только охотник. Уже при втором прохождении я отправил некоторых к Юзефке, и ничем хорошим для них это не закончилось, как и для самой Юзефки, будь она не ладно. В общем, после Газкойна снова Ярном. Да, от этого никуда не деться. Правда, дороги были заблокированы, нужно было купить какой-то там ключ за огромные деньги, так что я спустился в новую локацию. Старый Ярном. Да. Отличается ли Старый Ярном от нового? Ну, в целом, да, и это больше похоже на трущобы, заросшие травой и сорняками, но на деле не сильно заметно отличие, потому что что-то там, что тут архитектура очень похожая. Ярном и есть Ярном. Тут, опять же, беда в атмосфере, она везде одинаковая. Обилие статуи напомнило мне скверненную столицу. Знаете, я порой готов согласиться с тем, что миры Бладборна Dark Souls 3 это очередной кошмар охотника, но на деле это кошмар игрока. Надпись на воротах «Пошел отсюда, мраз!» Открывает, значит, двери, и у меня такой голос с небес «О, ты добрался сюда, да ты крутой!» И как начнет шмалять меня из пулемета? Да, этот уровень имеет такую вот особенность. Проходим его перебежками, пока не убьем этого стрелка, а зона охвата у него шикарная, как и его крутые очки. Иначе, как еще объяснить то, с какого его видит кончик нашей шляпы, торчащей из-за кирпичной стены? А главное, какое надо голосище иметь, чтобы дараться до меня без мегафона, притом не повышая голос? Ну и расправиться с ним оказалось довольно-таки непросто. Говно. Ну ладно. Ну и, конечно же, по всем законам логики этот охотник считает, что мы опасны, поэтому нас надо убить, ведь мы превратимся в тварь, и поэтому он будет стрелять в нас, а в тварей не будет. Весело, правда? Весело. Тут кооператив будет как нельзя кстати. А еще тут, кстати, были два моих приобретения. Во-первых, это щит. Да, щит. Если честно, толку тут от него вообще никакого. Он блокирует максимум 50% урона, но мне с ним почему-то стало спокойнее, так что я какое-то время бегал именно с ним. Все-таки мне откровенно непривычно была тогда еще механика Дарксоус без щита и магии. И второй, более здесь полезный, это факел. Местные упри часто боятся огня, те, у кого голова тряпкой не накрыта. Так что их проще гасить с факелом в руке. Довольно веселая локация, и тут просадок кстати на порядок больше, все потому, что ярном в принципе весь в тумане и пару, то бишь в частицах, что влияет на производительность. Но в старом ярном и частиц намного больше обычного, тут всюду дымят обгорелые кучи трупов, и не видно ни хрена, и играть тяжело с такими вот просадками. На фоне такого задымления при ударах из врагов выливается кровь, что тоже не добавляет производительности. По итогу иногда просадки просто дикие, я бы даже сказал дичайшие, но к этому моменту ты уже с этим смиряешься. Не то, чтобы это оправдывало игру или консоль. Но то ладно, если в новом ярном и все обормотали, скулили, кашляли, то в старом ярном и принято выть. Да, конкретно в соборе с огромной распятой тварью вой стоит такой, что еще долго гул в ушах не стихает. Кадианская кровь крови нет сильнее, да? Правда, чтобы туда добраться, нужно сначала под пулеметным огнем добежать до лестницы, рядом с которой тусуется очередной поехавший охотник. Как видите, интеллект его оставляет желать ужина. Даже особо делать-то ничего не надо, чтобы он затупил. И не он один. Враги здесь часто застревают, бегают кругами, тупят. И ладно бы это вызывалось с какой-то неочевидной последовательностью. Так нет же, прям как босс в Демон Соус или в Дарк Соус 3. Застревает и все тут. Пулеметчик мне тоже навалял не раз, так что эту локацию я исследовал долго. Часто бегал в ларек и обнаружил, что центры растут. Охренеть! В Бладборне есть инфляция. Такой невероятный реализм, знаете ли. Но все равно пришлось затариваться. В кой-то веке я реально в соусборнах затаривался расходниками. Вот реально в кой-то веке. Это, наверное, первый раз вообще. У меня это, в принципе, в играх редкость. Я либо варю зелье себе сам, либо просто никогда ничего не покупаю. Внутренний такой еврей запрещает. Понабрал я и немножечко вещей с интересным описанием. Благо, в отличие от Димон Соус, тут на него не скупятся и всегда хоть кроху лора да вернут. Жаль только, что после получения предмета нет специальной кнопки, чтобы сразу почитать описание и назначение. А то порой возьмешь с полуфиговины, потом пять минут ищешь ее в инвентаре по куче вкладок, не понимая, к какой она вообще относится. К слову, в игре есть сундуки. После мимиков к ним относишься как-то с недоверием, но нет, это обычные сундуки. Забавно. Кстати, я настолько гармонично влился в боевку Бладборн, что не сразу заметил, что в игре нет колец как вида и, соответственно, ячеек под них тоже. Получается, Бладборн это отличный пример, как упрощая механики, в принципе, упрощая в том числе боевую механику, можно сделать игру интереснее, а не запороть. Бывает же такое, да? Вообще, сложности в бою здесь нередко опять же из-за камеры, особенно с прыткими врагами типа собак, особенно в замкнутом пространстве, где та самая камера не может вести себя нормально. Бой с несколькими собаками в том же Хемвике это, знаете ли, блевотронный аттракцион, как правило. И, спасибо Фромам, я уже научился жить с этим за четыре игры. Хотя на боссах все еще тяжко. К слову, раз уж я играл на этой локации в кооперативе и был неоднократно призван на службу, я с приятным удивлением обнаружил, что фантомам тут тоже выпадает лут, как минимум кровь. Может быть, только кровь, но и это уже отличное подспорье. Великолепное решение без дураков, то есть нет такого, что при вызове, при призыве ты истощишься и уйдешь в минус, так как на полученной души ты явно не восполнишь утраченные припасы крови с такими-то грабительскими ценами. И еще, тут фантомы издают звук, ты не ощущаешь себя бесплотным, что необычно для этой серии. А знаете, что я обнаружил, читая в 101-е сообщение, такое же бесполезное, как и предыдущие 100? Что лампа здесь все равно называется костром. Во всяком случае, игроки ее так называют. Костер впереди. Погоди, какой костер? Лампа ты имеешь ввиду? Угу, лампа. Все все понимают. Влияние предшественниц слишком высоко. Босс не показался мне чем-то особо сложным, хотя проблем все же доставил. В кои-то веки это нездоровенный дурында и с ней можно нормально сражаться. После победы над ним мне дали чашу Птумеру. Или Птумеру вообще. Знаете, самый сложный босс для любого лороведа это, извините меня, ударение. Особенно для блогера, потому что если ты блогер и ты неправильно поставил ударение, тебя смешают с грязью. Угу. Получил, короче, я эту чашу довольно-таки весел. Я сдох от яда босса после его смерти и не успел активировать лампу и пришлось мне за этим снова бежать. То ли я уже где-то слышал об этих чашек, то ли еще что-то, но я понял, что те могилы во снеохотника как раз-таки для чаши. Но фиг с ними, с чашами, пока что. На подходе к боссу, воящем соборе так называемом, у меня создалось впечатление, что враги прут бесконечно, а в опле особых противников их возрождает. Возрождающиеся враги для серии Саусборн не нонсенс, как я уже говорил, но говнонсенс. Тот, кто это придумал, пусть идет в задницу. Но нет, оказалось, что там просто много врагов, а крикун их будет. Однако очень скоро я таки встретил возрождающихся врагов. Так как все доступные пути были исследованы, мне пришлось возвращаться в сон и покупать долбанный ключ по конской цене в 10 тысяч душ. Хотя мне очень хотелось прокачаться. Прокачка здесь, точнее атрибуты, бросились в глаза еще на старте наряду с отсутствием погребального дара. Вместо привычной ораво-навыков мы видим упрощенную систему. Сила и ловкость по-прежнему сила и ловкость, выносливость и здоровье это знакомо, а вот новички Кровь и Тайна. Отличное, кстати, описание Бладборна Кровь и Тайна. Это особые атрибуты для особых билдов с определенным оружием. Не скажу, что я подробно прямо разобрал, что тут на что влияет, просто тут есть разные виды врагов. Рот, чудовища, может еще какие-то. И я пока на глазок не определяю, кто к чему уязвим и кто кем является. И потому просто знаю пока что разный урон, как принято, на кого-то влияет сильнее, чем на других. Тайна, кстати, вроде повышает еще урон с тихиями. Так как магия из игры ушла, унеся за собой веру, интеллект и ученость, то огненный урон, который я видел, был только временный от бумаги. Чуть проще было с электрическим благодаря Танитрусу. Для первого прохождения это все слишком заморочено, и поэтому я выбрал билд на силе, поэтому молотомеч и топор мое все. И я не пожалел. У войн оказался довольно-таки серьезный выбор оружия даже на старте. Молот, меч Людвига, кастеты старого Ернама, забыл название, кости-дробитель или как-то так, топор, пилотопор, Танитрус. И это начальная стадия игры. Параллельно написанию сценария я начал вторую игру за ловкачку, и передо мной стоит охренительный выбор. Слабоватый штык-ружье, охренительная трость-хлыст и в кой-то веке оправдавшая себе штык-пила. Усё. Остальное, видимо, придется добывать позже. Скажу так, забегая вперед, я таки добыл там значительное вооружение, основное на ловкости, и не только на ней, но в целом я имею в виду за силового воина. Тут, в общем-то, других классов и нет, только силовой воин, ловкий воин. Есть тут еще две интересные механики, которых я почти не касался. Чудовищность и озарение. Озарение — это как человечность, я уже говорил, но с дополнительными, как выяснилось, плюхами, как выяснилось уже совсем потом. Чудовищность же — это уподобление ярнамским тварям, увеличение силы, жертвуя защитой. Однако это чересчур агрессивная техника боя, так как я выяснил о наличии этих механик уже на второй игре, то в первой я ничем подобным не занимался. Сражался классический. И вот купил и, значит, ключ, открыл ворота. При повторном прохождении выяснил, что можно было обойтись без покупки, но на то оно и второе прохождение, верно? В исследованиях набрел на дверь, за которой очередной Илсит спрашивает у меня пароль. На горшке сидел Король, Тетриандох, Фат Капелл, Мелок и Отворяя Собака не подошли, так что я пошел гулять дальше. И получать по башке эти вот мужики в шляпах и с колями для меня мерзее даже собак. Даже гиганты в итоге проще. Гиганты, кстати, то еще зрелище чисто визуально, очень, вот что сейчас называют, крипово. И вот я дошел до комнаты с боссом. Ее ни с чем не спутаешь при всем желании повсюду статуи в виде ктулхов. Ну нахер, подумал Штирлиц и вернулся для подготовки. Подготовка помогла, когда не страшно умереть и просрать души, то дерешься как-то спокойнее. Так что босса удалось убить, как ни странно, с первого раза. Босс мне понравился. Во-первых, это мой любимый саундтрек. Да, опять он. Только это ее родной саундтрек. Во-вторых, теперь я понял, что это за баба на артах, которые у меня вконтакте в ленте вечно мелькают. Честно говоря, я почему-то думал, что это и есть Людвиг. Ну вот так как-то получилось. Но нет, сам ты Людвиг, сказала мне викарь Амелия. Визуально босс классный, но, как обычно, есть нюанс под юбкой. Обилие шерсти с физикой, а также обилие крови при ударе по туши дают просто-таки изысканный вкус тормозни. А приправлено все это не самое неудобное конкретно в этом бою, но и не самое, опять же, удобное камерой. Босс снова одноточечный. Так что при сближении ты снова любуешься его пузом, который у тебя на уровне шляпы. Только в этот раз махнатым пузом. Вот ведь шляпа. Кстати, Людвиг по ощущениям тут наподобие гвина. Наверняка крутой перец. Я его еще не встретил, но все только о нем и говорят. Это я не только про описание оружия и вещей, но и про игроков, между прочим. Уже после гибели Викария я коснулся черепа, увидел катсцену с диалогом, где, видимо, и услышал пароль. Это я понял не сразу, поэтому я уже только потом догадался, куда мне нужно идти. Это не первое мое лапание черепов в Солсборн серии, кстати. Точно так же я мацал за череп Вальнира. Точнее, это не его череп. Ну, вы поняли, короче, да? Однако я решил исследовать мир дальше. Мне надоел этот инвалид сити. Да. Я, наверное, забыл сказать просто, что инвалидных колясок здесь чуть меньше, чем статуи гробов. В общем, перед Викарием я нашел еще два поворота и решил пойти сначала направо. Попал в какое-то поместье, что ли, где я даже вызвал Фантома. Кстати, Фантома НПС призывается без предупреждения. Просто подошел, нажал, и он уже призывается. Нет такого вопроса, мол, хотите призвать, да нет. Ну, ладно, пусть. Внизу меня ждал аналог ящерки, который тут вполне вот дуража был отборный. Я даже не сразу понял, что это именно они, что они не опасны. По виду ты не скажешь. Гляньте вот на эту мелоту и посмотрите теперь на вот этого урода. Вот. А внизу меня ждали два козла. Один с Тониторосом, другой со штек-ружьем. Это я потом узнал уже название. Тогда это были просто два козла с крутыми пушками. Победить мне их удалось, так как один был за борт, а другой затупил в проходе и, в общем-то, не двигался. Но вы мне не верьте, я специально его так забаговал, согласовавшись с Википедией не иначе. Кстати, точно так же чуть поводаль забаговал и союзный НПС, наотрез отказавшись пройти сраную пещеру. А там ведь два стрелка и два мощных противника, которые, когда я мимо них пробегал, наподдавали мне хорошенько всегда. Да, я решил все-таки просто пробежать мимо. Отделавшись парой дыр в заднице, я был доволен тем, что сбежал от них. Я даже у монитора такой сидел и улюлюкал, мол, ай да я. Все для того, чтобы меньше чем через минуту меня схватила невидимая хрень и удавила в руке. Какая прелесть! Пошло нахер это направление, подумал Штирлиц. А вот о втором проходе, левом, Штирлиц напрочь забыл. Бывало, игроки уже хмыкнули, да? Да, вы правы. Пол игры я бегал в сон и удивлялся, когда же мне уже дадут инструменты для этого стола. Что там за эти руны непонятные? В Хемвик я пришел не по уровню, уже на завершающей стадии игры. Население я вынес вперед ногами, разумеется. Попутно матеря бездарей, работавших на Дарксоус 3, потому что деревня Нежити оттуда это копии Хемвика, только утром. Иногда даже один в один. Те же домики, те же селюки и собаки, те же висячие трупы со счастливым выражением лица, еще бабки с раскаленными кочергами, очень похожими на те, что мы видели у стражей подземелья Еретила. Главное не вспоминать, что само подземелье Еретила наполовину слизно с башни Латрии из Демон Соус. А еще, еще в Бладборн есть Черная Церковь. Да, Хемвик оказался довольно небольшим поселением, но интересным, по крайней мере, хоть какая-то передышка после Ернама. Тут очень атмосферное нутро у домов. Кстати, сено они, видимо, чем-то особым смачивают, например, соплями тех самых ктулх. И оно не горит, так как я очень старался его поджечь, но ни разу не смог. А еще в местных конюшнях сожрали всех лошадей. Вот так посмотрите, до чего Путин довел Хемвик. Босс – старая вонючая бабка, призывающая на помощь врагов. Сперва мне даже она боссом не показалась. В целом, это не босса-шняга. Особых атак у нее нет, просто призыватели с определенным радиусом, в котором ее видно. Она считается невидимой. И это единственная ее уникальная способность. Босс для меня оказался уже слаб на том этапе игры, так что я ее затоптал конями и наконец-таки нашел инструмент для рун. Руны – это особая механика, схожая с кровавиками. Руны усиливают те или иные характеристики персонажа, например, количество регенерируемого здоровья или внимательность. Обычно у рун по три условных уровня, и можно одним типом рун заметно себя усилить, но дисбаланса это не вносит. Честно говоря, что с ними, что без них, я разницы особо не почуял, но наверняка здесь можно собрать нечто этакое. После Хемвика я таки пошел на явку и сообщил пароль. Забавно, что я даже не знал, что у меня пароль есть, я об этом уже сказал, да? Я подхожу, значит, к двери и на вопрос пароль отвечаю «Не бойся ложки, бойся вилки». И, знаете, подошло. От удивления на том конце двери мужик аж сдох, и я попал в запретный лес. Да. Я сначала думаю, что вот опять новая обстановка, это не Ярнам. В итоге, самая неприятная локация для меня, потому что сирота Ярнама это еще куда не шло, но после серого Ярнама еще более серый и угрюмый лес это, извините, перебор. Притом, так как это лес, а не улицы, то запутаться здесь намного легче, что я время от рима не делал. Но вначале он показался мне охренительным. Тут я встретил множество забавных россянок, пару раз наступил на ловушки, нашел руну «Глубокое море», чем-то напоминающие мне эмблему верных Олдрику, а Олдрик верил в «Глубокое море», круг замкнулся, «Бладборн и Дарксоус едины». Нашел белые одежды, которые в «Бладборн» смотрятся настолько чужеродно посреди всей этой черноты, что я даже как-то постеснялся их носить, хотя потом таки носил. Потом наткнулся на гигантскую змею, да, я думаю, обойду, и все-таки единичный враг такой крутой, а там еще одна, опачки. Ясно, легко жить мне не дадут. Зараженные змеями жители смотрятся классно. Видимо, именно они послужили прообразом для зараженных телесным гноем в «Дарксоус 3». Даже при смерти змеи точно так же втягиваются назад в носителя, точнее, правильнее сказать, телесный гной втягивается назад в носителя в «Дарксоус 3», точно так же, как это делают змеи в «Бладборне». Эти змеи неслабо так меня помяли, а еще меня помяли гигантские свиньи. Не знаю, откуда они в лесу, но их там подозрительно много. А потом мне встретились маленькие грибочки из леса темных корней, только какие-то инопланетные, такие реминесцентные, а потом и вовсе магические сущности в виде гномика. Я их испугался, ведь я на тот момент успел разок заглянуть в подземелье, так сказать, одним глазком заглянуть. Единственное, кого я там встретил, это толпа у таких вот гномиков, которые отпиздили меня ногами. Я сразу понял, что мне не сюда и пошел дальше по сюжету. А вообще, лес в итоге стал слишком затянутым. Вроде я бью врагов, бью, они все не кончаются, не кончаются, я иду, иду, лес так велик, так долг путь, да, как в песне. Потому когда я увидел лифт, я ж обрадовался. Дошел до босса, им оказались три каких-то чухана со змеевиками, которые методом два удара в восемь дыр разделали меня как тузик-черепаху теней Ярнама. Ну, на самом-то деле, я так понял потом уже из лоры, что Ярнам или Ярнам это именно что богиня птумерианцев, поэтому это имя склоняться не должно, в отличие от названия города. Поэтому, скорее всего, они тени Ярнам. Но, как перевели, так перевели. А вообще, какие-то неточности в переводе я таки встречал, но сильно придираться к этому не хочется. Это как описание осколок Эстуса в Драк Солс 3 вместо осколок банки с Эстусом. В общем, боссы. Концепт у них крутой, но, знаете, я не очень люблю таких вот боссов. Три тени, два драконоборца, три мародерок, а про демона его два дружка пирожка. Но, ладно, эти хоть не халтурные, с ними действительно интересно сражаться, они не выглядят глупо. Второй раз к ним прибежать вообще не удалось, меня растоптала хрюша с автонавидением. В третий раз я таки решил уравнять шансы, раз их трое, то дай, думаю, позову тоже подмогу. И позвал. И пока мой братю не отвлекал двух теней, я опиздюливал третью. А в итоге босс оказался с тремя стадиями. Тут это, кстати, очень часто бывает. И из него полез в Василиск, как из тайной комнаты. Ну что ж, было весело. А еще, это просто праздник какой-то. Я встретил здесь NPC. Я уже встречал их ранее, с Альфордом мы два раза поговорили и больше я его за всю игру не видел, потому что он сказал мне, что отправляется в замок Кайнхёрст или что-то в этом роде, а я его так и не нашел при первом прохождении. С вороной леди я разговаривал, с ней вышло забавно. Она говорит, мол, ты туда не ходи, там некий Хенрик, охотник, совсем ебанулся, буянит. Я его сама отоварю, а ты давай туда не ходи. Пошли, короче, вместе убивать Хенрика на кладбище. Этот Хенрик навалял мне так, что мама не горюй. Строго говоря, я его так и не убил, он потом сам из игры исчез. И так же он убил эту девку и квест был завален. Я даже шнур из консоли выдернул в надежде, что этого можно потом избежать, откатить, так сказать, но хрен там плавал. Когда выдергивал шнур, я еще обжегся в выхлопной газ за консоли, потому что она греется, как Меркурий. При повторном прохождении мне таки чудом удалось сохранить ей жизнь и при том я скопировал заранее сохранение. Ну вот, а этот вот гражданин принял меня в гильдию. Первый в игре ковенант, по крайней мере для меня. Он же и последний, потому что больше в игре я их не встречал, этих самых ковенантов. Ни ковенантов, ни следов их работы. Да и как работает этот, я тоже не разобрался. По идее, должен как Санбро, но фиг его знает. Еще где-то в лесу я нашел проход на ядовитое болото через пещеру. Мало того, что оно реально ядовитое, так там еще и какие-то оглобли ходят. Я не пошел дальше, решив исследовать это место позже и по доброй традиции в итоге напрочь о нем забыл. О чем я точно никогда не забывал, так это о том, что как же хороши костры по сравнению с лампами. Почему бы не сделать хотя бы, к примеру, вариант с рюкзаком? Мол, вот лампа, а вот рядом наш рюкзак с вещами, откуда можно восполнить кровь, пули, положить вещи туда. Получается и антуражно, и удобно. Или хотя бы добавили бы возможность пробудиться на выбор у лампы или сразу во сне охотника, наподобие того, что сделали в Dark Souls 3. А то опять же получается, вот нужно тебе в сон. Сначала дождись загрузки локации и потом снова через лампу прыгай и жди еще одной загрузки. И по той же схеме идет по исполнению припасов. Нужно именно телепортироваться или погибнуть. Если используешь метку охотника, аналог косточки возвращения, то припасы не пополняются. Здравствуйте, две загрузки. Я понимаю, что Dark Souls 3 вышел аж на целый год позже Бладборна, а значит все, что было в Dark Souls 3 никак не могло быть в Бладборн. Ведь чтобы придумать такую механику, как, ну я не знаю, телепортация от лампы к лампе, например, нужно быть с Раном Эйнштейном. Такое бывает раз в поколение, да. Ну и наконец дошел я до университета, о котором мне все уши прожужжали. Кстати, да, я еще до леса искал две новых локации, жаль, что тупиковых, от собора наверх, где ебанутый дед с пулеметом начал шмалять в меня и где меня обстреливали словно в Анорлондо. И потом сильно вниз, можно головой. Я тогда еще не знал, что тут же находится вход в старую мастерскую, который послужил источником для сна охотника. Это вот просто великолепнейший ход. Нет, это сейчас без сарказма. Внизу меня огрел пыльным мешком по голове какой-то хмырь и я оказался в подземельях. Яргул, духовная деревня. Деревня с духовным саундтреком, блин. Тяжким, нудным, нифига не красивым, таким воющим. И преследует он тебя тут всю локацию. Злейший враг, честное слово. А еще здесь скелеты с клетками на головах, свинка Пеппа и мужики с пыльными мешками. Зато здесь с точки зрения лора интересно. Какие-то культисты пытаются притянуть луну. О да, лучше бы они Марса облагородили и свалили туда жить, сектанты недобитые. Зато теперь ясно, что небо и космос едины. Что бы это ни значило. Я так расчувствовался после этой деревни с ее саундтреком, что меня пришлось отпаивать успокоительным. Бабка вдруг расщедрилась и давай меня им отдаривать, клюшка полоумная. Ну и, конечно же, я убил чудовище Паарова со второго раза. Первый раз она на меня знатно так потопталась. И вот непонятно, зачем оно тут в этом закутке... Зачем вообще этот закуток тут нужен? Бюргенверт. Ох уж мне эти немецкие словечки. Обожаю их. О нем мне говорил тот Кудрявый. Я тогда думал, что именно сюда и ушел его учитель Логан Большая Шляпа или как-то так. Институт мне показался довольно интересным, но у него есть один серьезный минус. Он крохотный. Собственно, есть небольшой приусадебный участок, на котором расположилась такая, знаете ли, волшебная скалопендра ракетная установка. Мне пришлось бегать вокруг нее кругами и в итоге она сдохла от головокружения. И вообще, тут многовато насекомых. Хотя, при ближайшем рассмотрении они оказались бывшими людьми. Ну, как и положено в Бладборн. Чуть не сказал в Дарк Соус. А в самом здании, чем-то похожем на архивы Герцога, по понятной причине, на меня напала охотница. В общем, тут всего три этажа и полтора противника и сразу вход к боссу. По размеру, Бюргенверт напомнил мне башню Луны в Дранглейке. Примерно такой же. Ну, может быть, чуточку больше. Здесь был, кстати, фантом-ученик. Я так подумал, что раз он тут учится, наверняка он здание лучше знает и проведет экскурсию. Но оказалось, что его знания не пригодятся, потому что сразу за туманной стеной мужик, похожий на Бориса Николаевича Ельцина или Дьякона Макдоналла, показал мне пальцем на пропасть, мол, сегай. Ну, я и сиганул. Озеро Обратной Луны. Это просто шикарная локация. Вот именно из-за таких локаций, как это или Озеро Золы, и можно как раз таки любить Солсборн серию. Великолепно исполнено при таком-то минимализме. На озере меня ждал паук Рома со своими братками-ромчиками. Дох я на нем довольно часто, и не я один. Все ораво призванных мной братюнь помирало постоянно. Кстати, я заметил, что фантом-нпси вполне удачно колдует. Вот бы мне так. Хотя магия тут и есть, но наверняка она не такая, какую я хотел бы. Может мне для этого нужно в универ вот этот вот самый поступить? Хотя вряд ли они мне сейчас чему-то научат. Ректор полудохлый, преподжа агрессивная, а помещения заросли пауками. Бардак, короче. В общем, с этой Фрея я помаялся знатно. Очередной босс-паук. Да, как же без него. У нас в Демон Соус был босс-паук, у нас в Дарк Соус 2 был босс-паук, и пока что счет 1-0 в пользу босса-паука. Не очень удобно здесь дожидаться NPC-фантомов, потому что пока те упадут сюда, я уже умереть успеваю. Сражение происходило под классную музыку, кстати. После победы появляется Кровавая Невеста и очень интригующая заставка, в которой наконец-то воссияет Кровавая Луна. И вот тут началась последняя стадия игры. Как я потом выяснил, при повторном прохождении здесь реализовано время суток. Теперь понятно, почему эту механику хотели реализовать в Dark Souls 3, ведь это было в Bloodborne, а значит это круто. Но в Bloodborne эта механика антуражна и весьма интересна. Появляемся мы вроде как днем, по крайней мере так написано в Википедии, но, знаете, больше это похоже на поздний вечер. После определенного сюжетного момента наступает ночь, затем восходит Луна, а потом она становится Кровавой, по крайней мере я так понял. И на разных стадиях меняются враги и их расположение. В некоторых местах, но все же. Вот просто шикарнейший. Некоторые враги вроде гигантов становятся неподвижны, засыпают, то есть. Визуально небо тоже меняется, но особенно сильно оно меняется во время восхода Кровавой Луны. Горожане сходят с ума окончательно, либо погибают. Кровавокрасные небеса теперь освещает Ярнам. И самое крутое это гигантские ктулухи на зданиях. Теперь они становятся видны. Нетрудно догадаться, что они тут были и раньше, и теперь понятно, кто на кладбище устраивал взрыв и кто схватил меня при входе в Яргул. Кстати, о Яргул. Эта часть города как никакая другая показывает, что день и ночь, а также, что ночь и кровавая ночь это фактически два разных мира в Бладборн. Не в том смысле, что разные измерения, а просто по ощущениям два разных мира. В Кроволунии граница между кошмарами и явью стирается почти полностью, и путешествовать по Ярнаму становится как никогда сложно. Даже во сне охотника видно кровавые небеса, хотя казалось бы, это сон. И всюду теперь слышен плач младенца, так как вся эта байда каким-то образом связана с деторождением, поэтому, видимо, на улицах столько колясок. Наконец, я понял, что это за женщина-звонарь. Помните, я говорил о вечно возрождающихся врагах? В гробу я их видал, но именно этим и занимается женщина-звонарь. Призывает подкрепление из кошмаров, а также ПВПшников, да. Я сначала думал, что этим занимаются ктулухи. Кстати, зрелище Ярнама, оккупированного этими амигдалами, это просто нечто. Чтобы не сражаться с вечно прущими врагами, нужно уничтожать звонаря. Честно говоря, очень многие места здесь, в Яргуле, я пробегал на удачу и не всегда успешно. Потому что то гигантская неведомая хрень сторожит вход с кучей стрелков, то какие-то бабки с раскаленными кочергами прут при поддержке артиллерийского лазерного огня и все взрывается и бабахает. Здесь как никогда я нуждался в помощи союзника и только благодаря им я, наверное, решился двигаться дальше, потому что это была реально жесть. Игра бросила мне серьезнейший вызов как геймплейный, так и просто по ощущениям. Было клево, давно я такого не чувствовал. В итоге я попал в знакомое подземелье Яргула, где вместо лампы уже какой-то такой вялый стручок. Вместо мужиков с мешками там три враждебных NPC, один из которых голый и они со мной сделали такое? Вам лучше не знать. Короче, подземелье сильно преобразилось при Собянине. Хлоп, ну-ка я бургер за его здоровье. И только при помощи пушечного друзей-фантомов, разумеется, да, я смог миновать местные опасности. Все для того, чтобы лицезреть охрененного по своему внешнему виду босса, да еще и его появление обставлено просто великолепно. С ним у меня забавно вышло. Он сдох, я спокойно так вздохнул, и тут меня сзади так за плечо осторожненько. Хлоп! Я аж на стуле подпрыгнул. Оказывается, до меня докричаться не могли во время сражения. Ну вот, в общем, было весело. Уже оттуда я попал в университет, по которому ползают мерзкие улитки. Как же тут все запущено. И там же я встретил лоскутика-паука, но ничего от него не добился. Там было два прохода в кошмары, либо же наоборот, институт был в кошмаре, а проходы были в реальный мир. В общем, я о втором забыл напрочь. А вот первый, кошмар Менсиса или как-то так, вот там я знатно помучился. Интересный ход с обстрелом безумием с башни. Очень атмосферно сделано. Да и твари тут не слабые. Продвигался я здесь с трудом. Кстати, именно в этот момент, чтобы понимали, я вспомнил про то, что не посетил Хемвик. И потому он как раз-таки показался мне легким. В кошмаре же было довольно интересно снаружи и уныло внутри. Разве что порадовали некоторые враги. Собаки с головами вороны наоборот. То есть мало мне было их по отдельности. И еще тут самый идиотский босс. Миколаш, хозяин кошмара. Это просто трындец. Он хозяин трындеца, вот честно. Мало того, что нужно сначала загонять его по правильной траектории иначе он будет для тебя бегать кругами и потом уже начинается первая стадия боя с ним. Все замечательно, только он, сука, ваншотит. Нет, я понимаю, скорее всего, у меня была фиговая защита от безумия или еще от чего-то, от тайного урона, да? Но он, сука, ваншотит. И ладно бы только меня, он всех моих друзей фантомов ваншотил. Всех. Потом вторая стадия, он дает по тапкам вверх и нужно снова его загонять, при том иногда враги попадаются на пути довольно-таки неслабые, как те двое на лестнице. И загнав его второй раз, ты снова с ним сражаешься, только теперь он ваншотит еще и по площади. Наслаждайся. Клянусь, я возненавидел этого босса. Задумка вроде неплохая, в теории. На практике ты будешь ходить туда не один раз и уже на пятой тебе эти побегушки вот где. И эта тварь еще и болтает постоянно, бесячий мудак, болтливая бабка, базарная, ебаный спамер. Пожалуй, это самый ебанутый босс за всю игру, что я встречал. То есть, мало того, что он спамит ваншотами и его нужно загонять, как овцу в стоило, так он еще и болтает. Он постоянно пиздит. А когда он начинает болтать, это не одна фраза, а 4, 5 или даже 6. И в это время включается режим диалога, то есть, цель нельзя взять в захват, сука. В общем, в гробу я его видал. Ну и в итоге я его туда загнал. Хотя, по лору вроде как он уже давно мертв, а это как бы он во сне, так что тела нет, гроба нет, вообще пиздец какой-то. Ну а дальше, ооо, дальше начался форменный пиздец, извините. Я пошел, значит, дальше, вот этот непонятный замок, и первое, что я увидел, новые крутые враги. Да, свиньи и ярнамские тени. Вы серьезно? То есть, мне мало было свиней в лесу, в ярнаме. Я уже скучаю по тем временам, когда в изолите были демоны, а в храме и ярнамские тени. Сука, это же был босс. Зачем опять, в который раз за историю соусборн серии вставлять босса как рядового врага? Притом, я уверен, что это именно так, а не наоборот. Капра Демон рядовой враг в ранге босса, так как у него и скрипты реакции на звуковую ловушку, как у моба, да и спецприемов у него ноль. Ярнамские тени же, как босс, вполне интересны, но вот тут они уже урезаны. Кроме свиней и теней, тут вообще ну и еще кровавая невеста в конце локации. Меня это навело на нехорошее предчувствие, неужели это конец игры? То есть, вы поймите, что я вам сейчас тут все-то тут рассказываю, я половину из этого узнал уже после, при втором прохождении игры, а тогда я посетил несколько локаций, похожих друг на друга по ощущениям, и убил пяток боссов. Не может же это быть концом игры, подумал я. Ну то есть, я в это просто не верил. И вот, иду я, значит, на босса, кормилиються Мерго, или Мерго, возможно Марго, не знаю, которая подтвердила мои догадки. Не может это быть конец, потому что босс не слишком-то и сложный, даже я забрал его с первого раза, пусть и на последнем издыхании. Правда, надпись «Кошмар повержен» вместо добычи «Уничтожено» навела меня на мысль, что вот сейчас наконец-то начнется последняя стадия игры, и будет череда новых крутейших боссов. Возвращаясь я в сон, он уже распадается, ибо наступает утро, все горит, как в картине Орианделя. Кстати, тоже знакомый прием, правда? И никто ничего не тут, что всем пофиг. И тут мне кукла, короче, говорит, иди, мол, в сад, там тебя Герман ждет, вот так, уже в сад посылает. Но я подумал, сейчас он мне даст сюжетный толчок, и будут суперкрутые боссы. Захожу я, значит, на арену Германа, очень уж похожую на арену души пепла, да. И этот Герман мне так накостылял, что, мама, не горюй. Раз накостылял, два накостылял, на третий я призвал союзника, он его ваншотнул, на четвертый мы его таки, наконец, завалили. Ой. И что бы вы думали? Ко мне в заставке является какой-то кто-то и съедает меня нахер. И все начинается заново, только вместо Германа в коляске теперь я. Конец. Неожиданно. Но. Далее следует просто ядерный пиздец. Проходят титры и без предупреждения, сука, без единого предупреждения игра начинается заново, сука, заново. Вот кем надо быть, чтобы после второй части, где предлагали начать или не начинать новую игру, делать это без спросу. В Demon's Souls, по-моему, так делали. Ладно, хорошо, это первая игра. В Dark Souls 1 тоже так делали, но там это уже смотрелось по-идиотски. Но ладно, но в Dark Souls 2 нам дали крутой механизм. Хочешь, начинай новую игру. Хочешь, исследуй локации, делай квесты, фармь, покупай предметы. Я еще раз напомню, я не изучил даже половину игры, я не нашел кучу локаций, не убил кучу боссов. Я за всю игру встретил только трех квестовых NPC, трех, не считая самаритянина и его шайку. Я не выполнил ни одного квеста, не нашел и половины оружия и доспехов, я не исследовал подземелья чаш, я DLC в глаза не видел, я дохера всего еще не сделал. Эй, ничего ж я не доиграл в игру, не? Нет, сука, начинай заново. Пиздец, гений. Жанр изобрел, да Миядзаки нихуя игры делать не умеет. Единственная нормальная игра была сделана без его прямого участия. И теперь каждая падла мне будет рассказывать, о, ты не прошел DLC, ты не объективен, а я нахую вертел такой подход. Я пропустил кучу контента, а теперь я должен проходить все заново. Да иди ты нахуй, From Software, иди нахуй. Ох, детишки, вот знали бы вы, как я горел, как я полыхал на этом моменте, я был словно квазар, я столько энергии источал. Вот сейчас вы не видели и десятую часть моих эмоций. Я очень, я очень давно так не горел. И Бладборну удалось, он вывел меня на эти эмоции, и это ни хрена не комплимент. При объективно шикарных моментах в игре некоторые вещи сделаны из рук вон плохо. И вот последний случай, это как какашечка на торте. Вроде маленькая, а торт кушать уже не хочется. И знаете что? Я ведь серьезно считал, что вот то, что со мной приключилось в конце, это и есть апофеоз идиотии в игре, но потом я попробовал чаши. Да, нет, задумка не самая, на самом деле, плохая. Но, знаете, честно говоря, Бладборн игра сама по себе довольно скучноватая, этого уже поняли по моему описанию. Однообразная, к сожалению, при всем разнообразии механика, как ни странно. Она гораздо быстрее приедается, в отличие от Dark Souls или даже Demon's Souls, как это ни странно. А подземелье чаш это квинтэссенция скуки, ведь назначение чаш это дрочильня. Самая настоящая дрочильня. Дрочильня, где нужно выбивать миллион пупков младенцев для того, чтобы зайти в другое подземелье и набить себе самоцветы в оружие. Да, как выяснилось, те самоцветы, что я всю игру вклеивал в бичи и топоры, это хрень по сравнению с тем, что есть. Но оно есть не в обычной игре, а в чашах, которые абстрагированы от отдельной игры. Это в основном автоматически генерируемые подземелья, в которых нужно фармить ингредиенты для входа в другие подземелья, а также те самые кристаллы, иногда очки опыта, а иногда там еще может выпустить особая разновидность оружия обычного, жуткое или утерянное. И вот если бы в подземелье можно было один раз сходить, а грести там по полной и больше туда не возвращаться, то было бы хорошо. Однако, видимо, разработчики не хотели делать такую систему на раз, а заодно решили продлить игру искусственно. Потому, если хочешь не сосат в ПВП, например, или если тебе больно нахреначивать на НГ+, или если ты просто хочешь, ну не знаю, платину выбить, да, то добро пожаловать на фарм. И если бы фарм этот был относительно легок, ну в разумных пределах, конечно, но нет, нет, подземелье тут разделяется по уровням и, соответственно, на финальных, говорят, можно огрести так, что больше не захочешь туда возвращаться. Сложность там задрана до неведомых высот, а из-за хитро сделанного рандомайзера, даже в похожих, как две капли воды, помещениях будут попадаться разные ситуации, и там, где раньше был приз, будет ловушка в таком вот духе. Звучит, возможно, безобидно, и так может показаться в начале, потому что подземелье местами довольно красивые, а враги в первой чаше довольно простые, да и, кстати, они выглядят совсем по-новому, то есть это не повторяющиеся, как правило, враги из оригинальной игры, но очень скоро ты поймешь, что как бы местами, именно местами чаши не были красивы, все равно это сраные катакомбы, однообразные и скучные, а враги растут в силе непропорционально, а самое забавное, что из-за подземелья непропорционально растешь в силе и ты, все из-за тех самых самоцветов, прополз, значит, на брюхе одно такое, раздобыл камни и вставил их в оружие и все, тебе не могут сопротивляться враги по уровню в обычной игре, а на полученной душе можно еще и прокачаться, да, зато попробуй зайди в соседнюю чашу, сразу поймешь, что тебе туда рановато, в общем, баланс здесь довольно странно выверен, и не скажу, что это как-то критично, но все же порой ощутимо, благо интерес к основной игре это не убивает, скорее даже наоборот возвращает, ибо долго бегать по этим унылым катакомбам это то еще удовольствие, детишки. Согласитесь, дрочильня в серии Soulsborne это именно то, чего мы так хотели, верно? В Dark Souls приходилось иногда фармить души и, как правило, это делали на финальных этапах игры, когда их можно получить уже серьезное количество и быстро. Сгоревший король Элюм Лойс, толстожопые ангелы на крыше архивов, стражи Анор Лонда, но, благо, это продолжалось не очень долго, так как прокачиваться люди предпочитали, как я слышал, по старинке, а расходников требовалось меньше, если же регенятся, да и стоило все это сильно дешевле. У меня такое ощущение, что цены в ларьке сна охотника растут именно с расчетом на чаши, видимо, с расчетом на них же сделаны руны, лучшие из которых где? В подземельях, оружие, крутые модификации которых там же, ну и кристаллы, вот эти вот самоцветы, конечно. Говорят, что до DLC все было еще хуже, но, если бы на этом заканчивалась беда, однако ж, есть такая возможность у чаш входить по глифам, то есть каждое случайно сгенерированное подземелье имеет свой код, и подземелье может сгенерироваться как удобное, где будут щедрые призы и слабые враги, ну к примеру, а может наоборот, за собачий хвост ты будешь околачивать орды врагов часами, получая от них по шапке. В итоге, самые удобные подземелья уже были задокументированы и выложены в сеть в виде таблицы. Если уж играть в чаше ради удовольствия, то лучше как раз по таким вот глифам, для них даже ресурсы не нужны, ну почти не нужны, все уже сдали до вас, там и удовольствие и выгода. Ну а как оказалось, существует так называемое подземелье ложной глубины. Вот уж не подумал бы, оказывается, вот за что купил, за то и продаю, во время взлома PS4, а такое когда-то было, игроки получили на время доступ к секретным или типа того файлам игры, включая Bloodborne, и возможность редактировать их. И похимичить с ними. Алхимические изыскания дошли до того, что самоделкинами были сгенерированы особые подземелья, которые считаются игрой-подземельями первого уровня, а на деле враги там могут быть любого уровня. И список был выложен в сеть. К примеру, вот сейчас посмотрите, я в одном таком подземелье, у меня здоровье на один чих, но мне больше его и не надо. За убийство врага я получаю 15 тысяч душ. Враги тут полусонные и слабые, легко парироваться. В зоне видимости их от 4 до 5, а это 75 тысяч душ за ходку, занимающую не больше 5 минут. Чтобы заработать такое легально, в оригинальной игре нужно усраться, сами же знаете. Но и это еще не все, я потом уже выяснил, что даже никого бить не надо, ты просто вот тут становишься и ждешь, когда сдохнет от ловушек, видимо, какой-то черт принесет тебе 85 тысяч душ за раз. Просто возвращаешься меткой, подходишь, делаешь два шага от костра и... Ах! Или к примеру, вот захотели вы особую копию оружия или руну. Пожалуйста, такие подземелья тоже сгенерированы. Тяжело? Ну, знаете ли, все мастерство тут в том, чтобы минуя врагов, добежать до сундука, забрать предметы, радостно сдохнуть. И нет, за такое не банят. И почему-то это до сих пор не пофиксили. Я все это попробовал, и знаете что, жить стало как-то сразу легче. Я перестал бояться за потерянные души, накупил расходников, потому что у меня реально заканчивались пули и кровь, и вуз не дул. Конечно, злоупотреблять этим не стоит, иначе можно очень легко сделать игру скучной. Но если нужно прям срочно что-то прокачать или кровь из носу, нужно добыть руну или хочется попробовать новое оружие, как мне, например, да, то это отличное решение. Не нужно наяривать в подземельях десятки часов, поквадрачивая жопу. Посидел 15 минут и готово. Только это все, конечно, не было задумано разработчиками, а вот что было задумано, мне решительно непонятно. Одиночные забеги по лабиринтам, в которых запутаться легче легкого с их миллионом ответвлений. Кому это может быть интересно? Ну, я правда не понимаю. Они могли сделать это как в God of War, где тоже есть дрочильня в Нифльхеме, но она связана с квестами и хоть тоже однообразна, но значительно более интересна, даже теми же призами. Они могли, в конце концов, сделать что-то вроде кооперативного прохождения. Скажете, веселые забеги с друзьями по подземельям в Бладборне сломали бы атмосферу? Ну, конечно. А одиночные забеги по подземельям в Бладборне ее не ломают. Были бы там какие-то лоровые моменты, там уникальное описание, не знаю, души боссов, что-то еще. Нет, там нет ничего достойного. В общем, чаша и вещи интересные лишь в теории. Целая прорва контента, над которой реально трудились, была, если уж не слитого унитаза, что просто использована не по назначению. Уж лучше бы они сделали этот контент в открытом мире. То есть, отдельные локации, новые крутые, новых боссов, там же целая прорва боссов. Ну, серьезно, нахрена вот это все было делать? Нечто похожее, кстати, есть в Кодвейн, только там и подземелье, и боссы не уникальны. Они все сделаны из уже виденных нами ассетов. И там лишь кристаллы из двух или трех персонажей, что пусть и не основная сюжетная линия, но все равно квест как-никак. В Бладборн это просто увеселение на 15 минут. Или же настоящее задротство на несколько дней или даже недель. Я попробовал, и знаете, я сочинил песенку. посвящается фарму чаш в Бладборн. Если долго-долго-долго, очень-очень-очень долго, очень долго в лабиринте чаши фармить твою мать, то, наверное, верно-верно, то, возможно, можно-можно, сто процентов центов центов в дурку можно, блин, попасть. И А-а-а, яр на битваре вот такой ширины. А-а-а, в латры и ктулхи вот такой вышины. А-а-а, амигдалы-кровоглоты. А-а-а, крокодилы-легемоты. А-а-а, зеленый попугай. Какой еще попугай? А-а-а, зеленый попугай. Да вот же он. Да, такое вот у меня получилось первое знакомство с Бладборн. Через пару недель я задумал второе прохождение. Именно там я узнал про чаши, встретил больше NPC, посетил больше локаций, некоторые даже реально красивые. Во всяком случае, они контрастируют с остальными, что в этой игре уже на вес золота. Я, например, про замок Кайнхёрст, который очень похож на Ариамис, или границу кошмара, который чем-то смахивает на пик дракона из Dark Souls 3. Да, все потому, что главный враг Бладборна это однообразие. Именно визуальное, при том, при очень интересной боевой системе, шикарной системе оружия, интересными персонажами, лором, который на меня лично не произвел вау-эффекта пока что, по крайней мере, так как, например, скажем, это сделал Dark Souls или еще одна крутая игра, но тем не менее, он меня заинтересовал. При всем при этом, локации визуально и атмосферно нагоняют тоску. Серия Soulsborne знаменита бэктрекингом, но в Бладборне ты по ощущениям находишься в перманентном бэктрекинге. Здесь лишь две или три, ну, хорошо, возможно, пять локаций смотрятся как-то не одинаково. Остальные же серые и скучные. Притом, дизайнерски, архитектурно все сделано просто шикарно. Никогда не думал, что такое скажу, но Demon's Souls лучше. Конкретно в этом плане. После Бладборна я даже по первому Dark Souls скучаю, а там локации мне нравились меньше всего, и туда я с наименьшей охотой возвращаюсь. И если бы только визуалом все ограничивалось, есть целая горсть ключевых механик, которые сделаны хрен пойми как. Фиг с ними, с чашами. Ну, правда, что у вас за лампы в 2015 году, а? Неужели кто-то, тестируя все это, сказал, да, это охуенно удобно? Неужели кто-то на серьезном глазу, играя в это, может утверждать, что лампы лучше костров? Что это за доунгрейд такой? Ладно бы игра была на ПК, там хотя бы с загрузками проблем бы не было, но на PS4 они есть. Возможно, Bloodborne можно поставить на PS5, и там будет все чуть-чуть получше. Всего-то надо просто купить PS5. Что это за отскоки в четыре стороны при Локе? Что это за расходники? Ощущение, что весь набранный в Dark Souls 1 и 2 опыт просто слили в унитаз, сказав, так, мы тут сделаем Demon's Souls 2, и нам пихают, что она морально устарела на тысячелетие. Но в том же Demon's Souls, сука, я хвалю Demon's Souls, в нем хотя бы локации были разнообразными, разной хотя бы цветовой гаммы, разнообразными были враги, не намного, но все же. Впрочем, сказать, что Bloodborne плохая игра тоже будет серьезным преувеличением. В ней, в принципе, есть все для счастья. Красивые, с дизайнерской точки зрения, с логистической точки зрения, с точки зрения архитектурной локации, классная боевая система в целом, интересный, неприевшийся стиль неоготики 19 века, интересный сюжет и лор, который тут не стесняется подавать более обильно, чем в Идейном Пришественнике. Дио Си, в который я таки заглянул одним глазком, они выглядят знакомо, теперь уже, да, кто б сомневался, но просто шикарно. Я обожаю такую стилистику, когда есть сон, где все из реального мира перемешано. Там тоже есть к чему придраться, но не хочется, так как уж больно круто и интересно все сделано, а это совсем не мало. А еще в Bloodborne довольно много интересных механик, перекочевавших в итоге в Dark Souls 3. То есть Bloodborne, как и Dark Souls 2, можно назвать во многом новаторами в серии Soulsborne. В общем, игра достойная, но, ей богу, я не понимаю, вокруг чего такой кипиш. Мне преподносили ее как не просто шикарную игру, а как нечто более крутое, чем Dark Souls, более динамичное, более интересное, более атмосферное. В итоге, я бы расценивал Bloodborne скорее как предаток серии Dark Souls. Но это все же будет, наверное, не совсем справедливо. Масштабы не те. Гораздо, на мой взгляд, атмосфернее, притом похож по атмосфере на Bloodborne, именно Hollow Knight. И общий вывод могу озвучить так. Для меня, безусловно, интересно, но даже вот рядом не лежало с Dark Souls. Впрочем, я продолжу знакомиться с Bloodborne, в особенности с его лором, и очень надеюсь, что уж он меня точно сможет восхитить. Уж то, что, а прописывать лор Фрома и Миядзаки умеют. А на сегодня все. Белерафонт вам всем, дорогие детишки. Играйте в хорошие игры, читайте хорошие книги, пейте хороший чай. В общем, играйте на здоровье в Bloodborne, в Dark Souls, в Demon's Souls, в Hollow Knight играйте, в Code Wayne, в Барби на прогулке и в нашу Машу Волшебный Орех, и не стесняйтесь оценивать игру лично, а не по мнению каких-то нелепых блогеров, таких как я, чтобы потом не было обидно. С обзор обращайтесь аккуратно и комментарий от них тут воняет. Счастливо оставаться, а я пока пойду бить морды ернамским тварям. Пожелайте удачи. И помните, небо и космос единые. Субтитры создавал DimaTorzok